Навыков, которые я изучила, только один является навыком исцеления. Его название — исцеление Святого Света. Он восстанавливает 100 здоровья и имеет кулдаун полминуты. Юнь Цзэроу не могла не ответить. Ты называешь это талантом Святым Светом Исцеления, имея только один навык исцеления, и это талант, который идет с твоим талантом с самого начала. Ты слепо развиваешь его? Су Цин пожала плечами, чувствуя себя беспомощной. Лу Юй продолжал спрашивать. Все твои другие навыки должны быть светового типа, верно? Этот вопрос заставил Су Цин быстро кивнуть головой. Верно, верно, все они — светового типа. Не знаю почему, но я чувствую тесную связь с навыками светового типа. Все сразу поняли, что Су Цин была прирожденным магом элемента света. Чтобы иметь такое близкое родство с элементом, она должна быть гением элементального типа. Однако только Лу Юй знал, что у нее есть привязанность к элементу света из-за ее таланта. Хорошо, настолько пятеро пошли. Лу Юй пошел впереди. За ним последовали четверо, и они вместе направились на север. Вскоре они поднялись по склону холма и встали на его вершине. Все увидели перед собой обширную область шахтных пещер в огромном карьере. Плотно набитые шахтерские пещеры напоминали осиные гнезда. Некоторые из этих шахтерских пещер находились в процессе раскопок, а некоторые были вырыты заранее, чтобы быть раскопанными позже. У каждого входа в пещеру стояли студенты из клуба совершенствования оружия. В глубине пещеры несколько трудолюбивых шахтеров будут копать там полезные ископаемые. Кажется, они очень заняты. Давайте спустимся и поприветствуем их. С этими словами Лу Юй взял инициативу в свои руки и пошел вниз. Вскоре они оказались перед первой шахтой. Эта шахта находилась на склоне холма, как железнодорожный туннель. У входа в шахту стояли два человека. Они оба принадлежали к клубу совершенствования оружия. Когда Лу Юй и остальные подошли, они обнаружили, что здесь происходит какой-то конфликт. Они увидели, как член клуба совершенствования оружия затащил в шахту молодую девушку. Девушка сопротивлялась изо всех сил. Она откинулась назад и попыталась не дать затянуть себя в шахту. Ублюдок, отпусти меня. Девушка злобно выругалась. Перед лицом такой ситуации она все еще вела себя храбро и сердито. Смотритель клуба совершенствования оружия ругнулся на девушку. Поторопись, иди туда и работай. Думаешь, я не убью тебя, если ты посмеешь говорить глупости? Девушка по-прежнему не шла на компромисс. Даже не думай заставлять меня работать на тебя. Ты недостоин. Я готова работать только на Лу Юя. По крайней мере, он будет заступаться за меня, слабую. Смотритель усмехнулся. Как наивно. Он выступит в твою защиту? Тогда где он сейчас? Почему он не помогает тебе? Твой клуб «Пернатое крыло» просто смешон, если думает, что может выступить против старых клубов. В конце концов, вы даже не так сильны, как мы, обычные члены клуба. Как смешно. Чушь он просто не знает. Если бы он знал, с вами бы точно было покончено. Девушка продолжала громко кричать, сопротивляясь натиску мужчины. Лу Юя и остальные наблюдали за происходящим перед ними. У Лу Юя сложилось определенное впечатление об этой девушке. Он случайно столкнулся с ней, когда они телепортировались в дикий лес на станции телепортации. Хотя это было лишь короткое приветствие, Лу Юй все равно запомнил ее. У девушки были аккуратные и ухоженные короткие волосы. Хотя она была невысокого роста, между ее бровей виднелся героический взгляд, что придавало ей очень внушительный вид. Однако перед ней стояла сила, которая подавляла ее, поэтому она выглядела упрямой и беспомощной. Чжан Хан увидел это и пришел в ярость. Он сжал кулаки и собирался броситься вперед. Лу Юй успокоил его. Предоставь это мне. Услышав это, Чжан Хан сделал два шага назад и попытался подавить гнев в своем сердце. Лу Юй подошел к смотрителю и сказал. Отпусти ее и дай нам поговорить кое о чем. Когда девушка увидела Лу Юя, ее глаза расширились, и она удивленно спросила. Брат Юй, ты, почему ты здесь? Девушка была удивлена. Она не ожидала, что после пленения сможет привлечь президента своего клуба. Хотя она знала, что Лу Юй мог прийти не из-за нее, она все равно была тронута. Конечно, я должен прийти, иначе разве эти ребята не будут продолжать беззаконие? Услышав это, смотритель отпустил ее руки. Девушка быстро побежала к Лу Юю и сильно задыхалась, ее грудь поднималась и опускалась. Малыш, ты тоже из клуба пернатое крыло? Лу Юй кивнул. Верно. Я член клуба пернатое крыло. Когда смотритель услышал это, он не смог удержаться от смеха. Так ты первокурсник. Интересно. Глава 189. Спасение членов своего клуба. Когда смотритель шахты узнал, что Лу Юй является членом клуба пернатое крыло, он сразу стал дерзким. Простой новичок, пришедший к нам. Разве ты не обхаживаешь смерть? Я думаю, ты захотел прийти сюда и быть нашим рабочим. Верно. Он осмотрел Лу Юя и обнаружил, что фигура Лу Юя крепкая и полная мышц. Он очень подходил для работы чернорабочим в шахтах и мог принести много пользы. Лу Юй был немного озадачен. Этот парень, казалось, никогда не слышал о клубе пернатое крыло и относился к нему как к обычному клубу. Ты должен знать о битве сотни клубов несколько дней назад, верно? Смотритель усмехнулся. Глупости, конечно, я знаю. Я знаю, что ваш клуб занял первое место, но что с того? Ваш клуб? Мусор, просто полагающийся на гения, чтобы занять первое место. Лу Юй продолжал спрашивать. Разве ты не смотрел прямую трансляцию соревнований? Он смущенно покачал головой. В тот день я был на шахте, и у меня не было времени посмотреть. Полезно ли тебе говорить об этом со мной? Что бы ты ни сказал, это не повлияет на то, что мы не сможем захватить членов клуба пернатое крыло в качестве рабочих. Не думай, что ты такой сильный только потому, что у вашего клуба неограниченные права на добычу. Правило для слабых, понятно, смотритель не участвовал в битве ста клубов, и причина была проста. Он точно не был ни первокурсником, ни старшекурсником. Поэтому он не мог участвовать в этом мероприятии и только продолжал заниматься своими делами. Очевидно, что он был выпускником. Однако он все равно решил остаться здесь и продолжить культивирование с помощью имеющихся здесь ресурсов. Многие здесь закончили университет, но все решили остаться здесь. Если бы они вышли во внешний мир, им было бы трудно найти такую же спокойную работу, как эта, которая к тому же имеет достаточные ресурсы. Даже рабочие места в некоторых крупных компаниях в их сделали не обязательно приносили более высокую прибыль, чем здесь. Лу Юй увидел, что тот был невежественным, и решил преподать ему урок. Лу Юй, естественно, не стал сдерживаться, поскольку тот посмел задирать людей из клуба пернатое крыло. Извинись перед ней или тебе конец. Когда смотритель услышал это, он тут же разразился смехом. Ты? Ты хочешь, чтобы я извинился перед ней? Да кто ты такой, чтобы сметь приказывать мне? Ты всего лишь новичок. Ты еще не закончил изучать основные боевые приемы, которые должны изучать первокурсники. Как ты смеешь так высокомерно вести себя передо мной? В этот момент девушка, над которой только что издевались, встала и гневно крикнула смотрителю. Это наш президент. Как ты смеешь оскорблять его? Жди, когда тебя изобьют. С того момента, как она встала позади Лу Юя, девушка ощутила чувство безопасности, которого никогда не испытывала раньше. Она знала, что Лу Юй обязательно заступится за нее. Что касается Лу Юя, то увидев, как избивают членов его клуба, он не стал сидеть сложа руки. Когда стоявший перед ним смотритель услышал слова девушки, все его тело задрожало от страха. Он в панике посмотрел на Лу Юя. Хотя он не смотрел прямую трансляцию, он слышал от других о битве ста клубов. Он знал, что в этот раз клуб «Пернатый крыло» смог занять первое место, потому что президент клуба «Пернатый крыло» в одиночку победил четырех из пяти президентов основных клубов. С такой ужасающей силой не мог сравниться простой смотритель. Хотя он уже закончил университет и потратил гораздо больше времени на культивирование, чем этот новичок. В присутствии настоящего гения, то небольшое дополнительное время, которое он потратил на культивирование, было незначительным. После того, как смотритель запаниковал, он тут же захотел поклониться и почтительно извиниться. Однако в следующее мгновение Лу Юй нанес ему пощечину. Скорость пощечины была настолько быстрой, что все остальные не успели вовремя среагировать. Почти мгновенно, смотритель был отправлен в полет пощечиной Лу Юя. Смотритель был отправлен в полет, как неуправляемый воздушный змей. Он взлетел в воздух и сильно ударился о землю. Послышался звук ломающихся костей. Все тело смотрителя было раздроблено, а его кости сломаны. От сильной боли и вибрации его мозг отключился. Эта пощечина ошеломила всех окружающих Лу Юя. Эта сила была просто ужасающей. Два смотрителя сначала стояли у входа в шахту, второй находился неподалеку и наблюдал за ситуацией. Когда он увидел, что его товарищ по команде был уничтожен одной пощечиной, он был совершенно ошарашен и поспешно убежал. Лу Юй посмотрел на девушку и Джанхана и сказал, «Вы двое идите в шахту и вызовите остальных наших членов». Девушка перед ним была не единственной, кто оказался в ловушке в шахте. Внутри было еще больше членов. Джанхан быстро вышел и сказал, «Не волнуйтесь и предоставьте это мне, президент. Я выведу их всех». Лу Юй слегка кивнул и наблюдал, как они вдвоем вошли в шахту. Оставшиеся четверо продолжали охранять вход на случай, если люди из клуба совершенствования оружия вернутся с поддержкой. Вскоре после этого Лу Юй услышал серию шагов. Судя по звуку, это был не один человек. Лу Юй поспешно посмотрел в направлении звука и вдруг обнаружил, что смотритель, который только что сбежал, позвал несколько человек и направляется туда. Лидером был молодой и высокомерный мужчина среднего телосложения. Он был одет в темно-зеленый костюм и солнцезащитные очки и шел очень задиристо. Линькан встал рядом с Лу Юй и напомнил ему, «Этот парень должен быть здесь капитаном и отвечать за этот опорный пункт». Такой человек даже не прислушивается к словам Люи, у него здесь абсолютная власть, как у тирана. Лу Юй слегка кивнул. Он мог догадаться об этом, просто взглянув на высокомерную ауру этого парня. «Раз уж он здесь, я должен позаботиться о нем как следует». Лу Юй встал и посмотрел на того человека. После того, как этот человек подошел со своими подчиненными, он наклонил голову и посмотрел на Лу Юя. «Маленький мальчик, ты точно дерзкий, не так ли? Чтобы вот так ударить моих людей, ты очень смелый». Несколько его подчиненных позади него также начали насмехаться над Лу Юем. «Хе-хе, зачем здесь первокурсники? Всего несколько человек не сравнятся с нашим боссом. Это все, что есть у клуба «Пернатое крыло». Неужели они не могут прислать еще несколько человек? Этого не хватит даже на закуску. Однако интересно, что они прислали нам двух великих красавиц. «Ха-ха, я покалечу тебя и брошу в шахту позже». После этого эти две прекрасные дамы смогут хорошо послужить нашему боссу. Если они будут хорошо служить ему, ты сможешь скорее закончить свою жизнь в качестве чернорабочего. Как тебе это?» Почувствовав на себе развратные взгляды, Юнь Цзерау и Су Цин почувствовали озноб и не могли не выразить отвращения на своих лицах. Эти парни привыкли быть здесь царями горы и были просто беззаконниками. Видя, насколько высокомерными были эти парни, гнев в сердце Лу Юя мгновенно разгорелся. Как они посмели думать, так и Юнь Цзерау и Су Цин. Они же просто хотели умереть. «Ну тогда, видимо, я должен научить вас писать слово отчаяние». Глава 190 Крайне высокомерный, мгновенное убийство капитана порного пункта клуба совершенствования оружия имел высокомерные отношения и совсем не ставил Лу Юя в своих глазах. Он уставился на Юнь Цзерау, и от ее привлекательной фигуры он не мог оторвать глаз. «Подожди немного, и я уничтожу твоего президента этой рукой. Что касается другой руки, я оставлю ее для тебя». Он поднял обе руки и посмотрел на Юнь Цзерау со злой улыбкой. Юнь Цзерау была в ярости. Она стиснула зубы и сказала, «Ты очень храбрый. Если ты хоть пальцем дотронешься до моей руки, моя семья Юнь найдет тебя, где бы ты ни был, и убьет». Услышав это, капитан сглотнул слюну. Очевидно, он понимал силу и статус семьи Юнь. Чтобы не ставить себя в неловкое положение, он сменил тему разговора на Лу Юя. «Меня зовут Янь Вэй. Запомни это. Поскольку до конца жизни ты можешь лежать только на больничной койке, запомни мое имя». Он посмотрел на Лу Юя провокационным взглядом, подразумевая, что собирается обездвижить Лу Юя. Он сделает Лу Юя парализованным до конца его жизни и тот никогда не сможет встать. «Мне нет дела до того, чтобы запоминать имя ничтожества. Победить тебя – дело одного мгновения». Глаза бога дракона Лу Юя мгновенно проанализировал атрибуты Янь Вэя. Янь Вэй – текущие атрибуты атака. 420 скорость, 250 здоровье, 850 мана, 280 защита, 340 из 5 атрибутов Янь Вэя. Только здоровье, защита и мана были немного выше, чем у Лу Юя. Для Лу Юя в этом не было ничего нового. На самом деле, Лу Юя не придает значения своим атрибутам. Эти цифры могут представлять лишь нижний предел культиватора. Что действительно представляло истинную силу культиватора, так это его реальный боевой опыт, талант, полученные навыки и снаряжение, которые он носил. Янь Вэй слишком долго оставался в опорном пункте в качестве диктатора. Его подчиненные обычно решали большую часть его дел и проблем. Его реальный боевой опыт определенно уступал опыту Лу Юя. В конце концов, с того дня, как Лу Юй пробудился, и до сих пор он всегда сражался своими кулаками. Он не полагался на использование ресурсов и своих подчиненных, которые помогли бы ему добраться до того места, где он сейчас находится. С этой точки зрения, разница в атрибутах между Лу Юем и Янь Вэем была ничтожной. Когда его высмеивали как ничтожество, Янь Вэй в гневе сжал кулаки и заскрипел зубами. Ты смеешь говорить, что я ничтожество? Тогда сегодня я покажу тебе цену, которую ты должен заплатить за свое высокомерие. В следующее мгновение костюм на его теле начал трансформироваться. Он скрутился и превратился в темно-зеленую броню. Это была специальность клуба совершенствования оружия. Она позволяла им изменять внешний вид своего снаряжения. Благодаря этой функции они могли носить обычную одежду, но на самом деле эта одежда была сделана из мощного снаряжения. Видя, что у него есть импульс для борьбы, Лу Юй не мог не рассмеяться. Похоже, что ты долгое время был королем этого холма и не знаешь, какой мир существует сейчас. Тогда позволь мне показать тебе. Янь Вэй обычно оставался в опорном пункте на месяц или два, после чего возвращался в университетский городок. Но в университете кланарт достаточно месяца или двух, чтобы ситуация кардинально изменилась. Между тем, в этой шахтерской зоне не было никакого сигнала. Он не мог получить никаких сообщений, поэтому не знал, кто такой Лу Юй. Янь Вэй достал из кольца хранения изумрудно-зеленый боевой топор и направился к Лу Юю. Защита Лу Юя составляла всего 240 единиц. Если бы он столкнулся с топором лоб в лоб, он бы точно получил урон и потерял очки здоровья. Поэтому он не хотел быть беспечным или недооценивать своего противника. Он решил быстро и чисто расправиться с врагом, стоящим перед ним. Янь Вэй бросился к Лу Юю и ударил его топором. Юнь Цзэрау и Су Цэн, стоявшие в стороне, занервничали. Все они знали, что сила Янь Вэй не входит в рейтинг университета. Другими словами, Янь Вэй мог быть даже сильнее Лу Юя. В этот момент все подчиненные Янь Вэй радостно закричали, увидев могучую позу своего босса. Босс точно сильный. Вы такой классный. Преподайте этому парню хороший урок и дайте ему понять, кто здесь босс. Убейте этого новичка. Пусть знает, что мы здесь хозяева. Они годятся только на то, чтобы быть нашими работниками и обеспечивать нас. Янь Вэй взмахнул своим топором и прямо пронзил тело Лу Юя. Это – послеобраз. Удивленно воскликнул Янь Вэй. В следующий момент он почувствовал холодок на спине. Он быстро обернулся и увидел, что позади него стоит Лу Юй. Как только он повернулся, Лу Юй быстро атаковал. Янь Вэй не успел вовремя среагировать и не смог блокировать атаку Лу Юя. Скорость Лу Юя уже превысила его скорость. Он мог только инстинктивно блокировать атаку Лу Юя руками перед собой. Когти Лу Юя были покрыты пламенем. Судя по интенсивности пламени, он последовательно сложил два навыка – огненные когти. При обретении основного навыка – техники дыхания бога дракона – значительно увеличило силу Лу Юя. Для других последовательное суммирование эффектов навыка было просто несбыточной мечтой. Однако Лу Юй сделал это. В этот момент он мог складывать не только эффекты от атак огненных когтей. Даже пробивание брони и захват были включены. Атака когтями Лу Юя произошла мгновенно. Его левые когти атаковали слабое место Янь Вая, правый локтевой сустав. Его правые когти были нацелены на плечо Янь Вая, и его когти атаковали одновременно. Янь Вый был вынужден защищаться, так как скорость Лу Юя была слишком велика, чтобы он мог увернуться. Свуж. Левые когти Лу Юя атаковали и пробили правую руку Янь Вая. Пробив броню, острые кончики когтей прорезали кожу и плоть Янь Вая. В тот же миг его кожа и плоть были рассечены, из них хлынула свежая кровь. Вслед за этим правые когти Лу Юя крепко вцепился в плечо Янь Вая. Пять кончиков когтей вонзились в плечо Янь Вая, лишив его возможности двигаться. Вместе с движением когтей Лу Юя брызнула свежая кровь. В одно мгновение лицо Янь Вая наполнилось болью, исказив черты лица. Он стиснул зубы и втянул в себя холодный воздух. Сильная боль заставила все его тело биться в конвульсиях. Эта мгновенная атака ошеломила всех. Это особенно шокировало подчиненных Янь Вая, которые не понимали силы Лу Юя. В этот момент все они широко раскрыли рты. Как получилось, что Янь Вая, которого они считали на пике силы, оказался таким слабым в руках Лу Юя. Не в силах принять реальность, представшую перед их глазами, они закричали от горя. Нет, босс, скорее вырветесь на свободу. Это сокрушительно. Это невозможно. Первокурсник, вы что, хотите сказать, что это первокурсник? Наш босс уже закончил университет, но он все еще не может его победить. Старший брат, возьми себя в руки. В этот момент Янь Вой перетерпел боль и открыл глаза, чтобы посмотреть на Лу Юя. Стиснув зубы, он сказал, я был неосторожен. Отпусти меня и посмотри, как я тебя избиваю. Он не мог смириться со своей потерей и только чувствовал, что был неосторожен. Лу Юй поднял ногу и ударил Янь Войя ногой в живот, отправив его в полет. Глава 191. Сокрушительное поражение капитана опорного пункта Янь Вой хотел, чтобы Лу Юй отпустил его. Поэтому Лу Юй сделал то, что ему сказали. Янь Вой был отправлен в полет ударом ноги. После удара Янь Войя тяжело упал на землю. От сильного удара он выплюнул комок крови. Он быстро попытался перетерпеть боль и подняться, чтобы продолжить борьбу с Лу Юем. Он отказывался признать, что проиграл в один миг. Он так долго был королем этого холма, что не мог смириться с таким унизительным поражением. Он хотел заставить себя встать и продолжить борьбу с Лу Юем. Он хотел доказать, что он по-прежнему выше всех и может смотреть на все свысока. Однако в следующее мгновение Лу Юй бросился к нему и сильно ударил его в грудь. От этого удара грудь Янь Войя слегка опустилась. Не удержавшись, он снова выплюнул еще больше крови и закашлялся. Я могу отпустить тебя, но не отпущу. Разве ты только что не сказал, что хотел ударить меня одной рукой, а что ты хотел сделать другой рукой? Услышав этот вопрос, Янь Войя почувствовал холодок по спине, а на лбу выступил холодный пот. В этот момент его уже не волновала боль в теле. Он прекрасно знал, что для мужчины крайне унизительно, когда его женщину провоцирует кто-то другой. Если бы у Лу Юя не было силы, Янь Войю было бы все равно, если бы он оскорбил ее. Однако в данной ситуации он не мог этого сделать. Брат, я просто пошутил сейчас. Пожалуйста, не воспринимай это всерьез. Разве я посмел бы иметь какие-либо неподобающие мысли об этой прекрасной даме? Лу Юй наступил на левую руку Янь Ваяя. Когда ты поднял руку и сказал, что хочешь прикоснуться к Юнь Цзэрау, ты поднял эту руку. Верно. Янь Войя изглотнул слюну и не смел дышать. Лу Юй продолжил. Такой, как ты, захвативший часть территории и ведущий себя высокомерно, боюсь, что ты уже совершил много плохих поступков. Раз так, я покалечу твои руки, которые совершили такие поступки. Я сделаю доброе дело, устранив зло для людей. Как только он это сказал, Лу Юй не стал слушать мольбы Янь Ваяя о пощаде и схватил Янь Ваяя за левую руку. Сердце Янь Ваяя сжалось. В следующий момент Лу Юй крепко схватил его за правую руку. Пять кончиков драконьих когтей Лу Юя в сочетании с силой его мышц дракона обрушили на него колоссальную силу. Несравненно острые когти, способные резать железо, как бумагу, раздробили левую руку Янь Ваяя на куски. Кровь и плоть разлетелись в разные стороны, вместе с кусками костей. Лу Юй раскрыл правую руку, и в его ладони показалось месиво из крови и плоти, которое невозможно описать словами. Лу Юй выбросил ее из ладони и посмотрел на Янь Ваяя. В этот момент Янь Ваяй крепко стиснул зубы. От сильной боли каждый мускул его лица непрерывно дергался, бисеринки пота покрывали его лицо, скатываясь на землю. Он с трудом поднял левую руку. Когда он увидел, что его левая рука уже превратилась в месиво из крови и плоти, его глаза мгновенно расширились, а зрачки увеличились. Ему трудно было поверить, что его левая рука была покалечена вот так просто. Более того, она была покалечена так основательно, что ее невозможно было восстановить заново. Уголок его рта дернулся, а мысли помутились. Он больше не осмеливался смотреть прямо в глаза Лу Юю. Несколько подчиненных, стоявших неподалеку, увидели, что с их боссом обращаются таким образом, и все они запаниковали, их тела задрожали. Некоторые из трусов даже описались, а их ноги затекли. После того, как Линь Кан увидел силу Лу Юя своими глазами, он тоже был глубоко потрясен. Он вздохнул в своем сердце и понял, что последовал за правильным человеком. Юнь Цзиро и Су Цин не проявили особой реакции. Они были теми двумя людьми, которые лучше всех понимали силу Лу Юя. Более того, Янь Вэй заслужил это. Он заслужил то, что получил от Лу Юя. В этот момент Лу Юй сделал еще один шаг вперед и продолжил наступать на грудь Янь Вэя. Первая рука уже искалечена. Вторая рука – это твоя правая рука, и ею ты пользуешься чаще всего. Ты использовал эту руку, чтобы требовать с членов клуба пернатой крылоплату за защиту и захватывал их в качестве рабочих. Если эта рука останется на твоем теле, ты будешь продолжать использовать ее для совершения еще более злых дел. Верно? Янь Вэй сразу же запаниковал. Хотя он уже потерял левую руку. Это уже было то, что он не мог изменить. Единственное, что он мог сделать сейчас – это постараться сделать все возможное, чтобы не потерять еще одну руку. Он тут же, не раздумывая, поднял правую руку и ударил себя по лицу. Звук этой пощечины был громким и четким. Он бил себя по лицу сильно и быстро, непрерывно, как двигатель. Он бил себя по лицу снова и снова, не останавливаясь. Его правая щека быстро распухла, сделав его похожим на свиную голову. Большой, старший брат, я был неправ. Я, я раскаиваюсь. Я признаю свою ошибку. Давай, накажи меня, но не калечь мою оставшуюся руку. Я действительно, действительно не могу потерять две руки одновременно. Это будет хуже, чем убить меня. Он кричал с лицом, полным скорби, стоном, полным обиды и печали. Лу Юй продолжил. Я уже сказал это. В будущем ты будешь продолжать использовать эту руку для совершения своих злых дел. Поэтому, конечно, я удалю ее, и в будущем не будет никаких проблем. Янь Вэй поспешно покачал головой, как баран. Не буду. В будущем я точно больше не буду совершать злых поступков. Моя сила сильно уменьшилась после того, как я потерял левую руку. У меня больше нет мужества, чтобы творить зло. Правда. Лу Юй тщательно все обдумал. Этот парень потерял левую руку, и он, вероятно, не мог победить даже своих подчиненных. Даже если бы он продолжал его пытать, результат был бы не лучше. Лу Юй пришел сюда не только для того, чтобы позаботиться об этом парне. Как я могу тебе верить? Что, если ты мне лжешь? Продолжал спрашивать Лу Юй. Янь Вэй поспешно опустился на колени перед Лу Юем. Он поднял голову и испуганно посмотрел в глаза Лу Юю. Я был неправ. Я действительно был неправ. Если я еще раз осмелюсь сделать что-то плохое в своей жизни, ты можешь прийти и убить меня. Я больше ничего не скажу. Сейчас я уже инвалид. Даже если я сейчас вернусь, я просто уйду на пенсию. Когда он говорил это, в его глазах отчетливо читался намек на грусть. Когда-то давно он тоже был гениальным юношей, который наслаждался моментом славы. Однако он вступил на путь раздувания своих желаний. Не раздумывая, Лу Юй ударил его ногой в грудь. Янь Вэй упал на землю. Его глаза потемнели, и он едва не потерял сознание. Лу Юй посмотрел на Линькона и сказал, свяжи этого парня и уведи его. Линькон не стал ждать и сделал то, что ему сказали. Он подошел, достал веревку и связал Янь Вэя. Лу Юй посмотрел на подчиненных Янь Вэя и сказал, этот опорный пункт изначально принадлежал нашему клубу «Пернатое крыло». Вы не только заняли его, но и избили членов нашего клуба. Вы даже заставили их работать на вас. Согласно правилам, как мы должны наказывать за такое поведение. Яростная аура Лу Юй опугала этих людей, и они испытывали неподдельный страх перед Лу Юй им. Один из них робко сказал им, какое наказание они должны понести. Глава 192. Возвращение шахты, которая принадлежала им перед лицом допроса Лу Юя. Несколько хулиганов не выдержали давления и сдались один за другим. Один из них поспешил объяснить университетские правила, боясь, что разозлит Лу Юя. Согласно правилам, все оккупанты, которые без всякой причины силой захватят опорные пункты другого клуба, будут заперты в комнате охраны в университетском районе на полгода, проходя каторжную работу. В то же время, наказанием клуба за захват опорных пунктов будет выплата годового дохода опорного пункта. Кроме того, президент клуба должен будет выплатить еще полгода дохода от захваченных опорных пунктов. Услышав это описание, Лу Юй посмотрел на Линькана и сказал, свяжи всех этих людей и передай их в университет, чтобы они разобрались с ними. Мы будем действовать по правилам, а не на эмоциях. Да, ответив, Линькан подошел к этим подчиненным. В этот момент все подчиненные Яньвая испугались и стали сотрудничать с Линьканом, связывая их. Все они боялись, что Лу Юй будет недоволен и нападет на них. Они не хотели, чтобы трагедия Яньвая постигла их. Линькан прямо связал всех этих людей, а затем связался с руководством школы и попросил прислать кого-нибудь сюда, чтобы вернуть этих людей. Сделав все это, Лу Юй посмотрел на Юньцзиро Исуцин и сказал, теперь эта большая территория принадлежит клубу «Пернатое крыло». Юньцзиро Исуцин обрадовались и улыбнулись. Впервые клуб «Пернатое крыло» получил такой значительный опорный пункт с богатыми ресурсами. С созданием такого опорного пункта общая сила клуба «Пернатое крыло» быстро возрастет. Пока они могли получать прибыль, им было легко увеличивать свою силу. В этот момент из входа в шахту вышла группа людей. Лидерами были Джан Хан и девушка, которую Лу Юй только что спас. После того, как они вышли, они быстро направились к Лу Юю. «Президент, я их уже вывел. Теперь они получили свободу». Джан Хан встал рядом с Лу Юем и сказал. Лу Юй оценил дюжину или около того людей перед ним и увидел, что все они были членами клуба «Пернатое крыло». Увидев Лу Юя, все члены клуба пришли в такой восторг, что не могли выразить его адекватно. Это президент. Это президент, который лично пришел, чтобы спасти нас. Я такой бесполезный. Я фактически создал проблемы для президента. Я знал, что эти люди не подойдут нашему президенту. Я знал это. Большая удача нашего клуба «Пернатое крыло» в том, что у нас есть Лу Юй в качестве президента. Все подошли к Лу Юю с благодарностью на лицах, но ничего не сказали. В конце концов, как члены клуба, они и так слишком много беспокоили Лу Юя. Лу Юй был тем, кто привел клуб «Пернатое крыло» к его нынешнему положению, и все они это знали. Президент, не волнуйтесь. Мы не позволим вашим усилиям пропасть даром. Мы будем продолжать работать в шахтах, чтобы укрепить наш клуб «Пернатое крыло». Лу Юй удовлетворенно кивнул. С этого момента вы все останетесь здесь и будете усердно работать. Будет ли клуб «Пернатое крыло» расти или нет, будет зависеть от прибыли этого опорного пункта. Услышав это, все стоящие перед ними люди заволновались. Хотя они по-прежнему оставались здесь, чтобы добывать нефрит, характер добычи полностью изменился. Вначале они были чернорабочими и должны были сдавать все, что выкапывали, в клуб совершенствования оружия. Но теперь, когда шахта принадлежала им, они могли прикарманить часть всего, что выкопали. Так их упорный труд будет окупаться, и они, естественно, будут трудиться не покладая рук. В конце концов, это для развития их собственной силы, что еще больше мотивировало всех. Когда девушка, которую только что спасли, увидела Яньвая, лежащего на земле связанным, ей стало немного легче, и прежний страх также значительно уменьшился. «Президент, очень приятно видеть вас в нашем клубе». Со слезами на глазах она крепко обняла Лу Юя. Она была очень тронута, и в то же время чувствовала себя счастливой, что смогла встретить Лу Юя. Теперь над ней больше не будут издеваться. Лу Юй погладил ее по голове и утешил. «Не волнуйся, в будущем ты тоже станешь сильной. Когда придет время, никто не посмеет к тебе приблизиться». Она подняла голову, посмотрела на Лу Юя и тяжело кивнула. «Да, будущие клубы пернатое крыло в том, что мы станем клубом номер один во всем университете Кланерт. Как член клуба, моя сила тоже станет сильнее». Лу Юй посмотрел на Линь Кана и сказал. «Ты можешь организовать и захватить эту шахту, а прибыль от нее будет принадлежать нашему клубу». Линь Кан взволнованно кивнул, так как эта новость была для них очень хорошей. Это был их первый шанс противостоять старшим клубам. Глядя на темный вход, Лу Юй сказал. «Давайте войдем и посмотрим, что внутри шахты, и приготовимся заранее». Таким образом, Лу Юй взял инициативу на себя и вошел в шахту. Остальные члены клуба «Пернатое крыло» последовали за Лу Юем в шахту. Лу Юй шел по склону шахты, и не было никакого света, кроме тусклых ламп по обе стороны шахты. Чем глубже он заходил, тем холоднее становился воздух вокруг него. Некоторые из них даже дрожали. Лу Юй продолжал идти вперед, наблюдая за возможными рудами вокруг себя. В этот момент к Лу Юю подошел член клуба «Пернатое крыло». Казалось, он хотел что-то сказать, но воздержался. Лу Юй увидел это и прямо спросил. «У тебя есть что сказать? Если что-то есть, ты можешь сказать мне». «Все в порядке». Тот человек слегка кивнул и пояснил. «Согласно требованиям университета, если бы мы собирали ресурсы в тайном царстве университета, мы должны были бы передать часть ресурсов университету, но...» Тяньва и другие вывезли все ресурсы, которые должны были передать, и продали их, оставив себе в карман. Этот акт обогащения собственных карманов привел к тому, что они задолжали школе много средств. «Теперь, когда мы взяли на себя управление, нам определенно придется иметь дело с этим долгом». Услышав это, Лу Юй слегка нахмурился. Он слышал об этом раньше, но не ожидал, что столкнется с этим. Это было довольно хлопотно. Казалось, что он должен был урегулировать убытки, причиненные другими. В конце концов, университету нужны только ресурсы, а не деньги. Более того, Лу Юй должен был выплатить этот долг, прежде чем все выкопанные будут принадлежать ему. «Раз уж так, давайте потрудимся добыть несколько рут и отдать долг». Брови этого человека тут же скрутились в узел. Но самое главное, что до крайнего срока осталось всего два дня. Как только эти слова были сказаны, все члены клуба «Пернатое крыло» почувствовали отчаяние, так как они не смогут выполнить его. Если бы они не смогли сдать свою квоту, то были бы наказаны. Лу Юй знал, что такой опорный пункт должен сдавать свою квоту ежемесячно. Другими словами, они должны были за два дня выкопать то количество руды, которое необходимо сдать за месяц. Хотя это было трудно, но не невозможно. Они все еще могут сделать это, если соберут больше людей и будут усердно работать. Глава 193. Новый путь эволюции, когти дракона дробящего камня выкопать месячную сумму, которую нужно было добыть всего за два дня, было нелегкой задачей. Особенно для такой крупной шахты, необходимое количество будет еще больше. Квота в университете составляла определенный процент. Чем больше шахта, тем больше размер квоты. Поскольку дело обстояло именно так, Лу Юй посчитал необходимым позвать больше людей для сверхурочной работы. Линь Кан, отправь сообщение в группу клуба и позови больше людей. Скажи им, чтобы они отложили свою работу и пришли сюда. Линь Кан кивнул. Похоже, что мы можем только увеличить количество людей. Только тогда мы сможем выполнить задание. Поэтому он взял телефон и начал отправлять сообщение. Лу Юй продолжал продвигаться вглубь шахты. Чем глубже он заходил, тем холоднее становилась температура. Когда группа достигла определенного места, из их ртов вырвался белый туман. В этот момент Лу Юй огляделся и увидел прозрачные кристаллические руды. Все эти руды были прозрачными с землисто-желтым оттенком. Некоторые руды смешивались с другими цветами, но преобладающим цветом оставался желтый. Было видно, что эта шахта состоит в основном из руд элемента земли. Эти желтоватые руды состояли в основном из элемента земли и обычно были прочными в обработке. Они обычно подходили для ковки снаряжения, такого как щиты, боевые молоты и тому подобное. Процесс копания, естественно, был немного сложнее, чем при работе с другими рудами. Чем дальше они шли, тем больше руды было вокруг. «Вы можете достать свои инструменты и начать копать», — сказал Лу Юй. Члены клуба, стоявшие за ним, достали свои кирки из колец для хранения и начали копать различные руды. Кирки в их руках были намного медленнее, чем буровые установки в горной промышленности. Однако эти особые руды можно было копать только специальными кирками. Чем выше сорт руды, тем выше качество кирки необходимо. Лу Юй огляделся вокруг. Элемент земли здесь был богат и очень подходил для культивации, идеально подходил для усиления его элементальной силы. Более того, эти руды могут быть полезны Лу Юю. Лу Юй выпустил свои когти и приготовился начать добычу. Он не стал подбирать инструмент для добычи, так как считал, что его когти и так являются лучшим инструментом. Он стал перед куском руда и взмахнул когтями. Его острые когти мгновенно раздробили руду. В пространственные карманные часы Лу Юя положили пять кусочков золотисто-каменного нефрита. Он продолжил искать руду и добывал ее сразу. Когда остальные увидели Лу Юя, все они были удивлены. Они не ожидали, что Лу Юй не будет использовать кирку и будет копать когтями. Больше всего их шокировало то, что скорость копания Лу Юя когтями была намного выше, чем у них. Когти Лу Юя могли выкопать кусок руды одним движением. Что касается остальных, то им пришлось несколько раз взмахнуть кирками, прежде чем они смогли выкопать руду. Эффективность президента слишком высока. Его скорость копания намного быстрее, чем у нас. Времени, которые требуются мне, чтобы выкопать одну руду, ему хватает, чтобы выкопать 10-20 кусков. Эффективность и скорость Лу Юя были намного выше, чем у них. Линь Кан и остальные тоже начали копать, к ним присоединились Юнь Цзерау и Су Цин. Две девушки хотели разделить часть бремени Лу Юя. Несмотря на то, что они были немного слабее остальных, они все равно усердно работали своими кирками. В этот момент Лу Юй быстро выкопал руду, одну за другой. За короткое время Лу Юй углубился в пещеру, оставив остальных позади. Он сосредоточился на раскопках, пристально вглядываясь в каждый кусочек руды, словно собирая персики. Один за другим он быстро отбирал их. За короткое время Лу Юй уже выкопал от двух до трех сотен кусков руды. Как раз когда он собирался отдохнуть, он вдруг понял, что небольшая порция элементальной энергии вырывается из руды, когда он копает когтями. Эта энергия прикрепилась к когтям Лу Юя в тот момент, когда руда была выкопана и попала в его руки. Лу Юй почувствовал элементальную энергию в своем теле и с удивлением обнаружил взрывной рост своего элемента земли. Вот уж не ожидал, что смогу получить элементальную энергию, копая руду. Однако, где я могу использовать эту элементальную энергию земли? Лу Юй было любопытно, ведь у него не было никаких навыков элемента земли. Он владел только навыками элемента огня, поэтому энергия элемента земли не казалась ему полезной. В этот момент перед его глазами появилось уведомление. Когти дракона дробящего камня. Прогресс 778 и 1000 когти дракона дробящего камня. Разве это не один из путей его эволюции? Он уже завершил эволюцию когтей взрывного дракона. Поэтому он не ожидал, что сможет эволюционировать когти дракона дробящего камня. Если бы он действительно мог эволюционировать когти, то разве он не смог бы завершить эволюцию всех своих других путей эволюции? Лу Юй открыл панель путей эволюции. Когти дракона текущей воды, когти ледяного дракона, когти дракона шторма, когти дракона грома, когти дракона дробящего камня, когти алмазного дракона, когти светлого дракона, когти святого дракона, когти темного дракона, когти неживого дракона. После эволюции когтей взрывного дракона оставалось еще пять эволюционных путей. Это был путь воды, ветра, земли, света и тьмы. Теперь накопленный им элемент земли был близок к точке эволюции. Вторая эволюция Лу Юя вот-вот должна была начаться. Он был уже очень близок к завершению. Пока Лу Юй продолжал добывать эти руды, он скоро получит право на эволюцию. Лу Юй был потрясен. Он не ожидал, что использование когтей для добычи руды позволит ему вобрать в себя силу стихии земли и эволюционировать когти дракона дробящего камня. Лу Юй продолжал добывать руду с воодушевлением. Чтобы завершить эволюцию как можно скорее, когти Лу Юя начали усердно раскапывать окружающие руды элемента земли. Индикатор прогресса увеличивался понемногу. Наконец, когда один из когтей Лу Юя расколол руду и поглотил силу элемента земли, его шкала прогресса наконец-то заполнилась. Когти дракона дробящего камня. Текущий прогресс. Одна тысяча. Одна тысяча. Прогресс достигнут. Условия эволюции выполнены. Вы хотите эволюционировать? Прочитав уведомление, Лу Юй глубоко вздохнул. После столь долгого времени он наконец-то мог приступить к следующей эволюции. Да, эволюция начинается. Как только появилось уведомление, из груди Лу Юя хлынула энергия элемента земли. Появился земляной желтый шар света и мгновенно окутал руки Лу Юя. Он чувствовал, что в его теле происходит изменение, особенно в руках. Под светом бесконечная энергия хлынула в его руки. Вскоре свет был поглощен его двумя когтями. После того, как шар света исчез, Лу Юй поспешно поднял руки и посмотрел на них. Его когти изначально были покрыты чешуей, как когти настоящего дракона. Если он активировал когти взрывного дракона, из когтей поднималось пламя, а острые когти блестели, словно их температура была слишком высокой. Но теперь на них не было ни пламени, ни блеска. Когти Лу Юя были покрыты слоем твердой каменной пластинчатой брони. Камень имел форму бронированной перчатки, обхватывающей все руки Лу Юя. Глава 194. Эволюционные материалы для когтей и алмазного дракона в этот момент на руки Лу Юя словно надели изысканные перчатки, сделанные из затвердевших камней. Руки Лу Юя стали толще, так как каменная броня была толстой и тяжелой. В то же время он почувствовал, что сила его рук увеличилась. Лу Юй удовлетворенно кивнул головой. Оказалось, что эти когти дракона дробящего камня в основном усиливали его защиту и силу. После этого, как только Лу Юй подумал об этом, каменная броня на его руках тут же исчезла, и поднялось ослепительное пламя. Весь процесс с переключения занял менее пяти секунд. Когти дракона дробящего камня в основном усиливали защиту и силу, а когти взрывного дракона в основном усиливали атаку и разрушительные способности. В конце концов, при такой высокой температуре когти Лу Юя могли резать железо, как бумагу. Одними когтями он мог легко пробить чужую защиту. Когда он сражался с четырьмя президентами клубов, он быстро справился с их снаряжением. Когти дракона, которые он пробудил, восполнили один из недостатков Лу Юя. Все это время защита Лу Юя не была выдающейся. Он полагался на несколько навыков защиты, чтобы сражаться с сильными врагами, не заботясь о своей безопасности. Его новый оборонительный подход облегчит его будущие сражения, а его боевые возможности также значительно улучшатся. Лу Юй почувствовал совершенно новые когти дракона, которые он пробудил, а затем продолжил добычу. Элемента земли здесь было в таком изобилии, что он мог эволюционировать когти дракона дробящего камня всего за несколько часов. Лу Юй верил, что если он продолжит копать, то обязательно добьется большего. Лу Юй активировал когти дракона дробящего камня, и его сила увеличилась, благодаря чему ему стало легче выкапывать руду когтями. Скорость добычи Лу Юй снова возросла. С его новыми когтями он мог выкапывать десятки руд за минуту. Постепенно окружающие руды стали дефицитом. Распределение руд в шахте было неравномерным. В некоторых местах было много руды и наоборот. Лу Юй почти выкопал все руды в этой области. Ему пришлось отправиться в другую область, чтобы продолжить поиски руды. Сознание Лу Юя вошло в карманные часы и проверило количество руды, которое у него было. Всего было найдено 1,230 руд. Это количество было абсурдным. Сумма, которую выкопали остальные, не составляла и половины того, что выкопал Лу Юй. К счастью, у Лу Юя были карманные часы, иначе ему было бы трудно удержать столько руды. Проверив количество выкопанных руд, Лу Юй начал идти к другим туннелям. Смутно Лу Юй почувствовал сильное колебание энергии элемента земли. Лу Юй задержал дыхание и закрыл глаза, тщательно ощущая колебания. Он пошел в направлении с наибольшими колебаниями энергии и вскоре достиг стены. В стене было несколько отверстий, указывающих на то, что он выкопал здесь руду. Он посмотрел вниз и тут же почувствовал колебание энергии под ногами. Прямо здесь Лу Юй присел на корточки, вытянул когти и начал осторожно копать. Прокопавшись на глубину более 10 сантиметров, Лу Юй увидел след золотистого света. Он быстро раскопал окружающие камни и сразу же обнаружил, что здесь зарыта руда золотого цвета. Руда была кристально чистой, и ее блеск мог освещать окрестности. Лу Юй осторожно взял нефрит и сразу же использовал свои глаза бога дракона, чтобы проанализировать его. Алмазный халцидон, фиолетовые качества. Переработайте этот нефрит и превратите когти дракона дробящего камня в когти алмазного дракона. Прочитав описание, Лу Юй был вне себя от радости. Он только что эволюционировал когти дракона дробящего камня, а следующий материал для эволюции появился так быстро. Это было очень быстро. Однако было понятно, что такая ситуация может произойти в этой шахте, где изобилует элемент земли. Кроме того, Лу Юй просто слишком повезло. Тем не менее, этот материал нельзя было использовать напрямую. Прежде чем использовать, его нужно было очистить. Лу Юй размышлял о процессе очистки. Может ли быть, что она уже была очищена однажды? Алмазный халцидон в его руке был кристально чист до такой степени, что не было видно никаких примесей. Лу Юй не знал, что он может сделать, чтобы очистить его, но все же положил его в карманные часы. Он попытается очистить его, когда вернется. Убрав свою находку, Лу Юй направился к следующему тоннелю пещеры. Небо постепенно темнело. Отблески заходящего солнца окрасили половину неба в оранжево-красный цвет. Из входа в шахту один за другим выходили члены клуба «Пернатое крыло». Они должны были отдохнуть, так как уже наступила ночь. Но перед этим им нужно было собраться. У входа в шахту все выстроились в ряд, а Лу Юй встал перед ними. Давайте подведем итоги сегодняшних раскопок. Линькан сразу же сказал. Президент, наши десятки людей откопали менее 500 кусков золотисто-каменного нефрита. Лу Юй слегка нахмурился. Это не так уж и много. А что насчет других руд? Что касается других редких руд, мы выкопали их очень мало и не учли их ценность. Лу Юй слегка кивнул. Теперь кажется, что мы все еще немного далеки от нашей цели. Однако я верю, что мы сможем выполнить задание. Лу Юй был очень уверен в себе, но члены группы не были уверены. Они знали скорость своей добычи и не верили, что смогут выполнить задание за два дня. Все, я знаю, что вы очень переживаете из-за того, что за полдня выкопали всего 500 руд. Вы, наверное, думаете, как же нам выполнить задание. Но на самом деле, сегодня я выкопал в общей сложности около 2000 руд. Я передам их вместе с вами. От слов Лу Юя у всех расширились глаза. Некоторые даже подумали, что услышали что-то не то. Один человек выкопал 2000 руд за один день. Для них это можно было назвать просто смешным. Их было почти 20 человек, и у каждого из них была кирка. Количество руды, которую они выкопали вместе, было даже меньше, чем количество, выкопанное одним человеком. Такое несоответствие было просто абсурдным. Президент действительно выкопал 2000 кусков руды. Это, это безумие. Он выкопал столько всего сам, больше, чем все мы вместе взятые. Пара драконьих когтей брата Лу Юя слишком сильна. Он может выкапывать руду хватательным движением когтей, что гораздо эффективнее, чем наши кирки. Конечно, он быстрее нас. Разве могут наши кирки сравниться с президентом? Несколько человек вздохнули и почувствовали себя счастливчиками, понимая, что им удастся выполнить задание вовремя. Хотя за небольшое опоздание их лишь немного оштрафуют. Никто не хотел быть наказанным, когда клуб «Пернатое крыло» только что был создан. Распустив всех, Юнь Цзерау и Су Цин вернулись к Лу Юю. Юнь Цзерау спросила, что ты планируешь делать дальше? Прибыль от этой шахты может поднять общую силу нашего клуба на совершенно новый уровень. Лу Юй сжал кулаки и сказал серьезным голосом, конечно, мы будем продолжать собирать новые опорные пункты. Это всего лишь шахта, и этого далеко не достаточно для развития нашего клуба «Пернатое крыло». Глава 195. Опорный пункт клуба фармацевтов Юнь Цзерау и Су Цин. Су Цин услышав, что Лу Юй собирается расширять свои опорные пункты, не могли не обрадоваться. Собираемся ли мы так скоро занять следующий? Какой из них мы собираемся занять на этот раз? Взволнованно спросила Юнь Цзерау. Она уже была несколько нетерпелива. Су Цин тоже смотрела на Лу Юя с нетерпением. Лу Юй достал свой телефон и взял информацию, которую нашли члены их клуба. Отсюда на восток есть большой участок открытой земли. Почва там плодородная, а духовная энергия там в избытке. Это хорошее место для выращивания духовных трав, ведь это один из главных опорных пунктов клуба фармацевтов. Завтра мы отправимся в путь и возьмем этот опорный пункт, сказал Лу Юй, убирая телефон и направляясь к центру шахты. Юнь Цзера ушла рядом с ним. Она была так взволнована, что не могла скрыть улыбку на лице. После того, как мы захватим опорный пункт клуба фармацевтов, прибыль нашего клуба Пернатое Крыло будет еще выше. К тому времени наши члены смогут быстро увеличить свою силу. Это верно. Одной этой большой шахты в Диком Лесу достаточно, чтобы наш клуб быстро развивался. Тем не менее, масштаб Тайного Царства Дикого Леса находится лишь на промежуточном уровне. Когда мы достигнем действительно масштабного Тайного Царства, опорные пункты там будут еще более привлекательными. Су Цзер тоже была взволнована, предвкушая прекрасное будущее. Действуй медленно, по одному шагу за раз. Рано или поздно все опорные пункты в этих тайных царствах будут принадлежать клубу Пернатое Крыло. Они втроем продолжали идти вперед. В центре шахты стояла двухэтажная вилла. Лу Юй и двое других быстро прошли к вилле. Хотя эта вилла не могла сравниться с той, что находилась в университетском районе Лу Юя, общая конструкция уже была довольно хорошей. Очевидно, это была резиденция, которая когда-то принадлежала Янь Ваю. Казалось, он присвоил тонну прибыли шахты, чтобы построить эту виллу. С другой стороны, остальные шахтеры жили в простых деревянных домах. Линькан стоял у входа в виллу. Увидев приближающегося Лу Юя, он быстро подошел к нему. Я уже договорился о размещении членов клуба. Эта вилла специально зарезервирована для президента. Лу Юй поднял голову и посмотрел на виллу, после чего слегка кивнул. Хорошо, тогда я останусь здесь на ночь. Ах да, ты поменял все вещи на вилле? Линькан поспешно сказал. Конечно. Одеяло и матрасы в спальне все новые. Старые выбросили. Есть ли еще члены клуба в этой шахте? Есть ли еще люди из клуба совершенствования оружия? Линькан ответил. Члены клуба совершенствования оружия уже уведены, и члены нашего клуба уже направляются сюда. Мы можем разместить здесь около 30 человек. Лу Юй знал, что 30 человек не так уж и много для этой большой шахты. Чтобы этого было достаточно, нужно как минимум 100-200 человек. Однако в клубе пернатое крыло было менее 200 человек, и не все из них могли прийти сюда, чтобы добывать руду. Линькан, должно быть, недавно появились другие желающие вступить в наш клуб. Верно? Линькан многократно кивнул. Конечно, особенно первокурсники. Сначала они не присоединились, но теперь они все жалеют об этом и очень хотят присоединиться. Мой почтовый ящик уже переполнен заявлениями. Линькан не осмеливался позволить другим вступить в клуб «Пернатое крыло» без одобрения Лу Юя. Лу Юй слегка кивнул и сказал. Раз есть люди, которые хотят присоединиться, пусти их. Юнь Цзэроу была немного озадачена. Когда мы создали клуб, мы были мишенью для других, и эти люди не хотели приходить, чтобы разделить наше бремя. Теперь, когда мы обрели нечто существенное, как мы можем впустить их? Су Цин посмотрела на Лу Юя, надеясь, что он даст объяснение. Лу Юй посмотрел на Юнь Цзэроу и сказал. Во-первых, я президент, а Линькан только выполняет мои приказы. Во-вторых, конечно, я не позволю этим людям легко присоединиться. Я решил дать им испытательный срок и позволить им работать в этих опорных пунктах в течение полугода. Если они будут хорошо работать и проявят усердие, я официально дам им шанс вступить в клуб «Пернатое крыло». Решение Лу Юя заставило Линькана сильно кивнуть головой. Это хорошая идея. Если они присоединятся к клубу «Пернатое крыло» только для того, чтобы пользоваться нашими преимуществами, они не будут работать на клуб всей душой. Теперь, когда у них есть это условие, те, кто присоединяются исключительно для того, чтобы наслаждаться нашей прибылью, вероятно, отступят. Линькан сразу понял и решил выполнить приказ Лу Юя. Юнь Цзэроу и Су Цин также кивнули в знак согласия. Это хорошая идея. Мы определенно не можем позволить им легко присоединиться. Иначе другие члены, прошедшие через все трудности, будут чувствовать себя плохо. Лу Юй вошел в виллу. За ним следовали Юнь Цзэроу и Су Цин. Далее Лу Юй стал разрабатывать план захвата опорных пунктов. Все эти опорные пункты были крупными опорными пунктами. Поэтому Лу Юй должен был увеличить человеческие ресурсы своего клуба. В противном случае, даже если бы он получил все эти опорные пункты без рабочей силы для их обработки, все было бы бесполезно. Лу Юй сел на диван в гостиной и огляделся, найдя убранство здесь роскошным. Будь то стул или стол, все они были сделаны из золота, каменного нефрита или чистого золота. На стенах также были инкрустированы всевозможные драгоценные камни, излучающие ослепительный свет. Как и ожидалось, на вилле в горнодобывающей зоне повсюду должны были находиться десятки видов драгоценных камней. Лу Юй посмотрел на Лу Юй и сказал, так, поскольку мы являемся официальным клубом, давайте изготовим несколько клубных значков, чтобы подтвердить нашу личность. Каждый раз, когда Лу Юй встречал члена клуба, он не мог определить, принадлежит ли он к его клубу или нет. Чтобы в будущем лучше определять своих людей, необходимо было сделать значки. Лу Юй немедленно встал и вышел из виллы. Он начал выполнять приказы Лу Юя. После того, как Лу Юй немного посидел на диване, он отправился в свою спальню, чтобы отдохнуть. С наступлением ночи окрестные шахты все еще были ярко освещены. Некоторые члены клуба «Пернатое крыло» все еще работали сверхурочно по ночам, чтобы заработать больше кредитов. Однако сегодня в Диком лесу было не очень спокойно. Захват опорного пункта клуба «Совершенствование оружия» заставило другие клубы занервничать. Все они боялись, что они будут следующими. На следующий день, проснувшись рано утром, Лу Юй полностью вооружился и приготовился отправиться к следующему опорному пункту. Юнь Цзерау и Су Цин тоже проснулись рано, чтобы отправиться в путь вместе с Лу Юем. Лу Юй разработал план. Эти трое должны были возглавить атаку, а остальные члены клуба «Пернатое крыло» должны были следовать за ними. Сначала Лу Юй прорвет оборону опорного пункта клуба фармацевтов. После победы над капитаном местного опорного пункта члены клуба «Пернатое крыло» придут и захватят опорный пункт. Лу Юй пробирался сквозь густые джунгли и сложный рельеф местности. Очень скоро деревья вокруг него стали редеть, и появилось большое открытое пространство. Окружающий воздух стал влажным, и в нем чувствовался свежий запах земли. Это место – опорный пункт клуба фармацевтов. Я слышал, что земля здесь необычайно плодородна. Растительность, посаженная здесь, наполнена духовной энергией. Глава 196. Плодородная земля из обилия духовных трав. Перед Лу Юй им был большой кусок черной земли. Цвет почвы был черным, как уголь, а сама почва была редкой и рыхлой. Она не только была богата питательными веществами, но и обладала высокой влагаемкостью. Такая ценная земля, естественно, использовалась для выращивания всех видов духовных трав. Духовные травы, выращенные на этой земле, были настолько хороши, что могли даже удваивать свои эффекты. Лу Юй присел на корточке за неприметным камнем и внимательно рассматривал растения в саду. Эти духовные травы были спелыми, и все они были редкими травами. Среди них были и те травы, которые были нужны Лу Юю для приготовления лечебной ванны. Если бы он смог занять этот травяной сад и занять еще одно охотничье угодье, ему не пришлось бы беспокоиться о лекарственной ванне из эссенции крови, которая была ему нужна в будущем. Была уже осень, и воздух стал немного холоднее. Травы в опорном пункте созрели, и пришло время собирать урожай. Лу Юй продолжал наблюдать и обнаружил, что вокруг были не только травы, но и духовные зерна и духовные фрукты. Их употребление в пищу будет очень полезным для культивирования. Этот большой участок земли был естественно плодородным, и его площадь была размером с 10 футбольных полей. Если бы они захватили этот опорный пункт, то в будущем клуб «Пернатое крыло» никогда не испытывал бы недостатка в зельях и еде. Лу Юй продолжал наблюдать. Он увидел более 10 человек из клуба фармацевтов, и они, похоже, собирали часть созревших лекарственных трав. Лу Юй мог легко справиться с этими людьми. Ключевым моментом было то, где находился капитан этой крепости. Именно с ним Лу Юй должен был разобраться в первую очередь. Пока он победит капитана, отвечающего за это место, Лу Юй мог позволить людям своего клуба захватить это место. На краю этой земли находился ряд деревянных домов. В них жили члены опорного пункта. Среди этих деревянных домов был один уникальный. Он был построен из редкого и дорогого дерева с золотыми нитями и снаружи выглядел роскошно. В этот момент дверь в деревянный дом открылась, и оттуда вышел человек в черном костюме с несколькими подчиненными рядом с ним. После того, как он отдал несколько распоряжений, люди с рядом ним разошлись и начали собирать созревшие духовные травы. Он стоял рядом с полем и наблюдал за их работой. Похоже, что он был здесь капитаном. Лу Юй не спешил делать свой ход и просто наблюдал, как они заканчивают собирать все духовные травы на поле. После сбора урожая они клали духовные травы на землю и далее распределяли их по категориям. Распределив их по категориям, капитан указал на склад неподалеку. «Перенесите все на склад». Более десяти человек положили собранные в пучки духовные травы на склад. В то же время каждый из них брал несколько духовных трав и клал их в свое хранилище. Подобные ситуации были обычным делом. Это то же самое, как если бы повар взял несколько кусочков из блюда. Даже если эти члены взяли более десяти духовных трав каждый, это было совершенно незаметно. Все собрались в центре деревянного дома. Капитан оглядел всех и воскликнул. В этом году урожай удался на славу, и все хорошо потрудились. Позже вы сможете получить свои награды, а затем подготовиться к следующему посеву. Да. Толпа громко ответила. Затем капитан достал свой мобильный телефон и набрал номер. Здравствуй, брат Лю. Я закончил сбор урожая, и он готов к продаже. О, а из какого ты опорного пункта? Я забыл. Я в главном опорном пункте клуба фармацевтов в Диком лесу. Меня зовут Цаолонг, и я здесь капитан. Когда ты можешь подойти, чтобы забрать товар? Ах, да, Цаолонг, не волнуйся. Я буду там через два дня. Просто подожди немного, так как я занят здесь. Другая сторона повесила трубку. Хотя Цаолонг был немного недоволен, он ничего не сказал. Рынок духовных трав был огромен. Поэтому, когда наступало время сбора урожая, все, кто занимался этой работой, были заняты, и Цаолонг знал это. Все, вы можете пойти отдохнуть на несколько дней. Эти духовные травы скоро будут проданы. Когда придет время, мы сможем пойти и наслаждаться. Все были взволнованы и аплодировали друг другу. На лице Цаолонга промелькнула улыбка. Он вдруг вспомнил, что ему еще предстоит выполнить новое задание. Это было сделано для того, чтобы подавить недавно созданный клуб «Пернатое крыло». Однако в ближайшие два дня он не мог этого сделать. Только после продажи духовных трав он мог пойти и найти проблемы с клубом «Пернатое крыло». С этой мыслью Цаолонг нашел стул и сел. Он начал обдумывать, как поступить с клубом «Пернатое крыло». Пока Цаолонг размышлял, Лу Юй уже вышел из своего укрытия. Лу Юй быстрыми шагами направился к этой группе людей. Они были погружены в радость, и никто не обращал внимания на Лу Юя. Через некоторое время кто-то наконец заметил Лу Юя. Он не мог не крикнуть. Там кто-то есть. Остальная часть ликующей толпы остановилась и огляделась. К своему удивлению, они обнаружили фигуру, идущую к ним. Кто этот парень? Почему он здесь? Я не знаю. Не похоже, что он один из нас. Может, это кто-то из клуба? Почему бы нам не пойти и не посмотреть? Люди из клуба фармацевтов встретились с Лу Юем. Независимо от того, кто это был, они должны были остановить его заранее. Если этот человек пришел, чтобы причинить ущерб, они могли бы спасти большой участок плантации, если бы остановили его заранее. Цаолонг, который отдыхал, увидел, что его подчиненные идут в том же направлении. Он поспешно встал и последовал за ними. Эй, кто ты? Почему ты здесь? Ты заблудился? Поторопись и вернись назад тем же путем, которым пришел. У тебя нет нашего значка на груди, а значит, ты не являешься членом клуба фармацевтов. Можешь уходить. Эй, мы уже предупреждали тебя. Если ты сделаешь еще один шаг вперед, на тебя нападут. Кто-то угрожал. Столкнувшись с их угрозами, Лу Юй не запаниковал и продолжал идти вперед. Черт, ты что, оглох? Мы хотим, чтобы ты вернулся. Ты понимаешь, ты все еще смеешь идти вперед? Ты играешь с огнем. Лу Юй посмотрел на толпу и крикнул. Я хочу познакомиться с вашим капитаном. Как только он закончил говорить, из толпы вышла фигура. Меня зовут Цаолонг, и я здесь капитан. В чем дело? Я президент клуба Пернатое Крыло. Мне нужен этот опорный пункт. Услышав это, все были ошеломлены. Все они слышали о клубе Пернатое Крыло. Для них это был редкий новый клуб, и для них это была просто шутка. Но что их удивило, так это то, что в битве ста клубов этот новый клуб занял первое место. Цаолонг посмотрел на Лу Юя с серьезным выражением лица. Ты хочешь этого? Ты серьезно к себе относишься? Ты просто президент нового клуба. Почему я должен бояться тебя? Я скажу тебе правду. Высшие чины клуба фармацевтов уже сообщили мне о том, чтобы я прогнал клуб Пернатое Крыло из Дикого Леса. Я не ожидал, что ты действительно постучишь в мою дверь. Раз так, я просто сделаю шаг. Изначально я планировал подождать два дня, прежде чем сделать это. На лице Цаолонга появилась презрительная улыбка. Сегодня, несомненно, был большой урожай. Сначала он успешно собрал урожай, а затем в его дверь постучалась цель его миссии. Это был просто замечательный день. На лице Лу Юя появилась улыбка. Уверенная улыбка. Отлично. Я уже начал думать, что ты не осмелишься сразиться со мной. Глава 197. Легко позаботиться о капитане. Услышав слова Лу Юя, Цаолонг с любопытством спросил. Ты думаешь, я не осмелюсь сражаться? Откуда у тебя такая уверенность? Лу Юй пожал плечами. Разве ты не знаешь об опорном пункте клуба совершенствования оружия? Услышав это, разум Цаолонга помутился. Он тщательно вспомнил полученную утром новость о том, что владелец крупнейшей шахты в Диком лесу, которая когда-то принадлежала клубу переработки оружия, сменился. Он думал, что это слухи, но, посмотрев на Лу Юя, решил, что это, скорее всего, правда. Мне нет до них дела. Сегодня, когда ты осмелился вторгнуться на мою территорию, ты обрекаешь себя на смерть. Я преподам тебе урок, настолько запоминающийся, что ты до конца своих дней не осмелишься посмотреть мне в глаза. Он вытянул руки и указал на Лу Юя. Позади него группа его подчиненных подбадривала его. Босс, давайте побьем его и дадим ему понять, кто настоящий босс. Новорожденный теленок не боится тигра. Как он смеет искать у нас неприятности? Он даже не знает, как пишется слово смерть. Босс, этот клуб пернатый крыло в последнее время ведет себя слишком высокомерно. Мы должны наказать его. Правильно, сначала мы должны отправить в больницу их президента. Тогда этот клуб естественным образом развалится. В этот момент Цаолонг протянул обе руки к Лу Юю. В следующее мгновение его руки покрылись лианами. Лу Юй был удивлен боевым стилем Цаолонга, выращивающего лианы во время битвы. Он поспешно открыл глаза бога дракона и взглянул на Цаолонга. Цаолонг талант. Дикий рост, а уровень эффект таланта, потребляя ману, заставляет растение разрастаться, только для растений боевого типа атака. 320 скорость. 210 здоровье. 950 мана. 620 защита. 140 талант этого парня перед ним идеально подходил для ведения сельского хозяйства. Однако Лу Юй был озадачен дополнительной информацией о его таланте. Он мог использовать его только для растений боевого типа. Другими словами, он мог быстро выращивать только растения боевого типа. Это было интересно. Оказывается, в этом мире были растения, специально предназначенные для сражений. Например, лианы, способные проворно двигаться, цветы-людоеды, способные проглотить человека, или уникальные растения, способные выбрасывать острые семена. Все эти растения были пригодны для сражений. Что касается его атрибутов, то они были немного искажены. Его здоровье и мана были высокими, но все остальное было слабым. На руке Цаолонга дико разрастались лианы, которые тянулись к Лу Юю. На лианах были шипы, похожие на серебряные иглы. Когда они вонзились в Лу Юя, он, как минимум, лишился бы слоя кожи. Руки Лу Юя превратились в когти дракона, переключившись на когти взрывного дракона, когда из его когтей поднялось пламя. Поскольку талант этого парня заключался в управлении растениями, он легко бы его одолел, если бы использовал огненную стихию, чтобы справиться с ним. Это было просто идеально. В этот момент Цаолонг внезапно взмахнул руками. Две лианы с железными шипами устремились к Лу Юю. Показатели атаки Цаолонга больше не имели никакого значения. Две лианы, сражавшиеся с Лу Юем, теперь обладали неизвестной силой атаки. Две колючие лианы хлестнули его, как плети. По мере того, как они вырывались, они продолжали расти вперед, и область их действия значительно расширялась. Лу Юй первоначально хотел отпрыгнуть назад, чтобы избежать удара лианы. Однако внезапное расширение заставило его парировать удар. Его когти немедленно переключились на когти дракона дробящего камня, и твердая каменная броня мгновенно прикрепилась к рукам Лу Юя. Лу Юй использовал свои руки, чтобы блокировать лианы, набрасывающиеся на него. Чит. Чиш. Лозы с силой набросились на руки Лу Юя, и острые серебряные шипы вонзились в броню на руках Лу Юя. Лу Юй заметил, что эти серебряные иглы не могли пробить броню на его руках, поэтому он протянул руку и прямо схватил две лианы. Затем он потянул вниз как можно сильнее, используя огромную силу, чтобы поднять Цаолонга. Лу Юй мгновенно перетянул лианы, которые были прикреплены к рукам Цаолонга. Эта огромная сила заставила Цаолонга запаниковать. Он быстро использовал свои ноги, чтобы опереться на землю, пытаясь удержаться от того, чтобы Лу Юй не потянул его на себя. Однако эта ужасающая сила была не тем, чему он мог противостоять. Почти мгновенно его остановил Лу Юй. Выражение его лица также изменилось от паники до ужаса. Он поспешно крикнул. Проклятие, даже не думай приближаться ко мне. Он знал свою слабость, которая заключалась в относительно низкой защите. Если бы он встретил врага с высокой силой атаки, он мог бы прикончить его за 2-3 хода, даже не пробив его броню. Поэтому он боялся подходить слишком близко к культиваторам воинского типа. Он поспешно прервал связь с лианами. Затем два семени, висевшие в его руках, снова начали безумно расти. От прорастания до созревания прошло всего 5 секунд. Две фиолетовые лианы вытянулись, их кончики были в форме челнока. На конце лозы было небольшое отверстие, из него в сторону Лу Юя вырвались ядовитые шипы. Талант Цаолонга отличался от других, и Лу Юй впервые сражался с таким противником. Если бы сила Лу Юя была еще меньше, его могло бы беспокоить отсутствие боевого опыта. Но сила Лу Юя была абсолютно подавляющей, и простые ядовитые шипы не могли ничего сделать Лу Юю. СВУШ. Ядовитые шипы выстрелили и прошли сквозь тело Лу Юя. Лу Юй активировал свой навык Тень Дракона и мгновенно телепортировался к Цаолонгу. В мгновение око фигура Лу Юя появилась рядом с Цаолонгом. После того, как Цаолонг отреагировал, его глаза мгновенно расширились. Что? Это скорость. Он не мог поверить в это. Он никогда не видел боевых видео Лу Юя и поэтому не знал, что Лу Юй обладает навыком телепортации, что делало его неподготовленным. В следующее мгновение Лу Юй вцепился когтями в его грудь. Его когти пронзили на грудник Цаолонга. Лу Юй взмахнул когтями и отбросил на грудник Цаолонга. Затем он сжал кулак и ударил Цаолонга в грудь. С глухим ударом Цаолонг был отправлен в полет и тяжело упал на землю. Сила этого удара сломала ему несколько ребер. От колоссального удара его внутренние органы сместились, и кровь хлынула изо рта. В то же время ядовитые колючие лианы, прикрепленные к его рукам, также засохли. Битва между двумя сторонами была решена в одно мгновение. Без сомнения, это была подавляющая победа Лу Юя. Десяток подчиненных, стоявших в отдалении, были ошеломлены, увидев это. Еще мгновение назад они высокомерно аплодировали, но теперь все замолчали. Лу Юя смотрел на них, пугая их, пока они собирались вместе. Одни дрожали, другие глотали слюну. Ваш босс был покалечен. Теперь я хочу захватить этот опорный пункт. Если кто-то из вас не согласен, вы можете выйти вперед, и мы сможем это обсудить. Лу Юя гляделся вокруг, и никто из этих трусов не осмелился сделать шаг вперед. Они даже не осмеливались прямо смотреть на Лу Юя. Глава 198. Борьба с числом, ошеломляющая победа в опорном пункте клуба фармацевтов. Перед Лу Юем стояло около 20 человек, и никто не осмелился выделиться. Выступление Лу Юя привело их всех в ужас, и никто из них не осмелился сражаться с Лу Юем. Лу Юй посмотрел на всех и спросил, что, вы все согласились позволить мне захватить этот опорный пункт. Эти люди все еще боялись отвечать. Без лидера они не решались что-либо предпринять. В этот момент Цаолонг, лежавший на земле, с трудом поднялся на ноги. Он достал из кольца для хранения бутылочку с восстанавливающим зельем и выпил ее большими глотками. Он вытер кровь с угол карта и посмотрел на своих подчиненных. Чего вы все боитесь? Вас так много. Если вы нападаете все вместе, как вы можете бояться его? Все вы атакуете вместе. Уничтожьте этого парня и дайте ему понять, насколько мы сильны. Сначала покалечь этого президента клуба «Пернатое крыло», а затем захватить всю их территорию. Пусть он узнает о последствиях провокации. Услышав приказ капитана, группа людей в ужасе посмотрела друг на друга. Каждый из них снова показал свой внушительный вид и встал перед Лу Юем, чтобы противостоять ему. Это верно. Нас так много. Почему мы должны бояться его? Хотя ты победил нашего капитана, ты можешь признать поражение только против нашей численности. Трудно двум кулакам бороться против четырех рук. Ты понимаешь, братья, давайте нападем вместе и дадим этому парню понять, насколько мы сильны. После того, как мы расправимся с этим парнем, мы можем пойти и преподать этим высокомерным членам клуба «Пернатое крыло» хороший урок. На мгновение дюжина из них перестала бояться, и все они бросились к Лу Юю. Цаолонг посмотрел прямо на Лу Юя и тихо засмеялся. Разве ты не дерзок? Если у тебя есть способности, то продолжай. Не вини нас в том, что у нас нет достоинства, мы просто хотим запугать тебя числом. Что ты можешь с этим поделать? Лу Юй взглянул на Цаолонга, сидящего на земле, и сказал. Ты действительно думаешь, что твои подчиненные смогут победить меня? Цаолонг презрительно улыбнулся и сказал. Ты слишком высокого мнения о себе. Хотя ты и победил меня, я сомневаюсь, что ты сможешь выдержать нападение более десяти человек одновременно. Более дюжины людей держали в руках оружие и устремились к Лу Юю. Лу Юй равнодушно ответил. Если так, то я вас всех изобью. В следующее мгновение каменная броня на когтях Лу Юя исчезла и превратилась во слепительное пламя. Бум. Лу Юй взмахнул когтями, и пламя мгновенно взорвалось, образовав огненной бурю, охватившую все вокруг. Пылающий огненный смерч разбушевался, и все члены клуба фармацевтов, оказавшиеся в центре огненного смерча, получили эффект горения. Поскольку жар остановилась невыносимой, их тела начали гореть. Черт возьми, мое тело горит. Это просто эффект горения. Не бойтесь, все. Давайте нападем вместе. Это всего лишь небольшая травма и немного крови. Не бойтесь. Если мы победим его, эффект горения закончится. Все терпели жгучую боль и продолжали наступать на Лу Юя. Острые, пылающие когти Лу Юя были раскалены до бела, как только что выкованный кусок железа. Первый враг в тяжелых доспехах бросился на него. Он поднял свой щит и врезался в Лу Юя. Позади него остальные размахивали своим оружием. Все терпели боль и ревели, злобно бросаясь на Лу Юя. Тот, что находился впереди, был танком с высокой защитой. Взглянув на него своими глазами бога дракона, Лу Юй понял, что защита этого парня была около 400. Атака Лу Юя составляла всего около 500 единиц. Если бы Лу Юй не пробил его броню, то смог бы нанести не более 100 единиц урона. Потребуется много атак, чтобы вывести его из строя. Однако если бы дюжина людей, стоявших позади него, мгновенно окружила его, Лу Юй не успел бы отразить столько атак. Казалось, что Лу Юю придется применить все свои навыки и нанести решающий удар. Огненная элементальная энергия выскочила из груди Лу Юя и прикрепилась к его когтям, отчего температура его горящих когтей еще больше увеличилась. Вслед за этим вышел второй всплеск огненной элементальной энергии, за которым последовали третий и четвертый всплески огненной элементальной энергии. Четыре навыка огненной когти, вместе с пробиванием брони и захватом. Эта атака наносила большой урон. В одно мгновение урон будет направлен на слабые места танка, и Лу Юй сможет уничтожить его одним ударом. В этот момент танк уже набросился на него со своим щитом, и его толстый щит вот-вот должен был обрушиться на тело Лу Юя. В следующее мгновение Лу Юй подпрыгнул в воздух. Затем двойным прыжком он изменил направление и оказался прямо над этим человеком. Его когти вцепились в танка. Когти Лу Юя впились в его плечи с двумя звуками пффф. Острые когти пронзили его плечевые доспехи и вонзились вплоть. Он закричал от боли. Ах, это, это невозможно. Моя защита более 400. Почему, как он может иметь такой ужасающий эффект и такой высокий урон? Когти Лу Юя глубоко вонзились в его плечи, мгновенно лишив его рук. Два его плеча были разорваны в кровавое месиво, а две руки поникли. Они раскачивались, так как он полностью потерял над ними контроль. Остальные за ним были слишком накачаны адреналином. Им было все равно, насколько мощными были когти Лу Юя, и они сразу же бросились на Лу Юя. Более дюжины человек размахивали оружием, одновременно нанося удары по Лу Юю. Лу Юй не осмелился встретиться с ними лоб в лоб, видя это. Он активировал свой навык Тень Дракона и телепортировался с места. В мгновение ока он оказался позади группы людей. Все атаки были направлены на послеобраз Лу Юя. Когда они поняли, что промахнулись, было уже слишком поздно. Из груди Лу Юя снова вырвалась энергия огненной стихии. Лу Юй мог постоянно складывать навык огненные когти. Однако он не мог так поступать с другими навыками и мог складывать их только один раз. Это был мощный эффект техники Дыхания Бога Дракона. Естественно, она действовала только на его Драконе навыки. После четырех или пяти последовательных навыков, Лу Юй собрался с силами и приготовился взмахнуть двумя когтями. Заметив его отсутствие, десяток человек сразу же оглянулись в поисках Лу Юя. Они приготовили свое оружие и снова бросились на Лу Юя, когда увидели, что Лу Юй стоит позади них. Когда они оказались перед Лу Юем, Лу Юй со всей силы взмахнул руками. Как только он это сделал, бесчисленные огненные когти с пламенем вырвались наружу и впились в толпу. Атаки Лу Юя с использованием огненных когтей были просто ужасающими. В одно мгновение дюжина людей взлетела в воздух и упала на землю. Их тела были покрыты порезами от ударов когтей. В сочетании с болезненным эффектом горения группа людей мгновенно потеряла боеспособность и легла на землю. Увидев эту ситуацию, Цаолонг, сидевший на земле рядом с ними, был ошарашен. У них было такое выдающееся численное преимущество, но они все равно потерпели жестокое поражение. Какой силой обладал этот человек перед ним, он был в ужасе. Однако, несмотря на это, он все еще понимал одну вещь. Он не мог отказаться от этого опорного пункта. Глава 199. Очистка опорного пункта. Редкое дерево удара молнии Цаолонг с трудом встал и посмотрел на Лу Юя. Ты, ты можешь забыть о том, чтобы вырвать у нас этот опорный пункт. Клуб пернатое крыло недостоин. Лу Юй посмотрел на него с презрением и презрительно сказал. Так зачем мне вообще утруждать себя, слушая твои приказы? Кроме того, разве ты не получил приказ от своего начальства готовиться к нападению на клуб пернатое крыло? Цаолонг опустил голову. Выражение его лица было несколько неловким. Начальство клуба фармацевтов действительно прислало ему сообщение с просьбой подготовиться к нападению на опорные пункты клуба пернатое крыло в диком лесу и захватить все их опорные пункты, тем самым остановив их развитие. Цаолонг упрямо ответил. Мне все равно. Если ты посмеешь захватить наш опорный пункт, я доложу о тебе в университет. Ты грабишь нас без уважительной причины. Он продолжил с высокомерным видом. Я скажу тебе правду. У меня есть люди в департаменте дисциплины университета. Если они придут, реагируя на твои дисциплинарные нарушения, они обязательно выступят в мою защиту. Он думал, что сможет напугать Лу Юя, упомянув департамент дисциплины, но Лу Юй проигнорировал его. Как скажешь, мне все равно. Как только он это сказал, Лу Юй достал свой телефон и отправил сообщение Юнь Цзэрау. Через некоторое время издалека подошла группа людей. Юнь Цзэрау и Су Цин возглавляли группу членов клуба пернатое крыло. Цаолонг и остальные были ошеломлены, когда увидели эту большую группу людей. Почему, почему здесь так много людей? Что вы пытаетесь сделать? Спросил Цаолонг с паническим выражением лица. Лу Юя не беспокоил его вопрос. Когда Цаолонг отбирал чужие территории, он не утруждал себя рассуждениями. И вдруг, когда настала очередь грабить его, он захотел вразумить Лу Юя. Он даже привлек департамент дисциплины. Лу Юй, естественно, не позволил бы такому человеку уйти от ответственности. Он крикнул членам своего клуба. Все, начинайте двигаться. Перенесите все травы сюда. Услышав слова Лу Юя, члены клуба «Пернатое крыло» подошли и посмотрели на раненых членов клуба фармацевтов, лежащих на земле. Они сразу же поняли, что нужно делать. В следующее мгновение эти 30 человек бросились к складу опорного пункта. Увидев это, глаза Цаолонга расширились и покраснили. «Ты, ты хочешь украсть наши вещи?» «Просто подожди». Лу Юй не мог беспокоиться об этом парне. Вместо этого он громко крикнул. «Все, приложите больше усилий и заберите все духовные травы. Этим людям нелегко их выращивать. Не тратьте их впустую и не оставляйте ни одной. Это здорово. Я не могу дождаться, когда заберу их всех. С таким количеством духовных трав нам не придется беспокоиться о том, что они закончатся в будущем. «Ха-ха, спасибо вам за ваш тяжелый труд, за то, что дали нам отличный урожай. Спасибо, спасибо. Вы много работали. Оставьте остальную работу нам». Члены клуба Лу Юя были полны энергии, когда говорили это. Через некоторое время половина склада была опустошена. С другой стороны, у членов клуба фармацевтов были мрачные выражения на лицах. Их настроение было на нуле. Юнь Цзэрау подошла к Лу Юю и радостно сказала. «Урожай, конечно, обильный. Да, конечно. Время, когда мы приехали, было просто идеальным. Так получилось, что они закончили сбор урожая и еще не продали его». Су Цзэн добавила. «Если бы мы пришли немного раньше или позже, время не было бы таким идеальным. Если бы они пришли раньше, им пришлось бы самим собирать урожай. Клуб фармацевтов продал бы все, если бы они пришли слишком поздно. Поэтому время было идеальным не только для Су Цзэн, но и для других членов клуба «Пернатое крыло». Это наш второй по величине опорный пункт. Рано или поздно весь Дикий лес будет заполнен опорными пунктами клуба «Пернатое крыло». Лу Юй сжал кулаки и сказал с большим нетерпением. Территория Дикого леса была приличных размеров, а ресурсов было относительно много. Этого было более чем достаточно, чтобы содержать клуб из 200 членов. Через некоторое время все члены клуба «Пернатое крыло» вышли. «Президент, мы забрали все предметы и поместили их в наши кольца». Капитан доложил. Лу Юй удовлетворенно кивнул головой. «Отнеси эту партию духовных трав обратно и поделись со всеми. Это принесет им пользу, независимо от того, будут ли они их использовать или продавать». Услышав это, все члены клуба пришли в восторг. Все это были высококлассные духовные травы, многие из которых можно было использовать для приготовления трехзвездочного зелья. Они думали, что Лу Юй завладеет всеми этими драгоценностями и не ожидали, что он поделится ими. Лу Юйу не было дела до этих духовных трав. До тех пор, пока он захватит этот опорный пункт, в будущем не будет недостатка в духовных травах. Если бы они ему понадобились, он мог бы просто прийти сюда и взять несколько штук. Поэтому не имело значения, если в этот раз он не получит долю урожая. В этот момент Цаолонг посмотрел на пустой склад и впал в оцепенение. Придя в себя, он стиснул зубы и посмотрел на Лу Юя. «Ты, ублюдок, как ты посмел украсть у меня эти духовные травы? Тебе конец. Если высшее руководство клуба фармацевтов узнает об этом, тебе конец». Лу Юй посмотрел на него сверху вниз и равнодушно сказал. «По правде говоря, вчера я уже захватил самый большой опорный пункт клуба совершенствования оружия. Так что это не первый, да и не последний раз». Цаолонг был ошеломлен намерением Лу Юя продолжать захватывать новые опорные пункты. Для Лу Юя их опорный пункт был лишь закуской. Цаолонг мог надеяться только на людей из департамента дисциплины. Он рассудил, что действия Лу Юя на 100% являются преступлением. Он пришел и грабил других. Такой подлый и вопиющий грабеж. Однако Лу Юю было все равно, что он думает. Взгляд Лу Юя привлекло мертвое дерево в центре травяного сада. Это дерево было полностью обугленным, черным, как будто его сжег огонь. Это дерево немного интересное. Слова Лу Юя заставили сердце Цаолонга пропустить удар, и он мгновенно занервничал. Он крепко сжал кулаки, и на его ладонях выступил пот. Холодный пот выступил на лбу и спине. Другие члены клуба фармацевтов тоже нервничали в этот момент, как будто они были обеспокоены тем, что Лу Юй будет делать дальше. Цаолонг молился в своем сердце. «Не подходи к этому дереву, не подходи к нему, никогда». Однако Лу Юй открыл свои глаза бога дракона и посмотрел на засохшее дерево. Тысячелетнее дерево удара молнии. Это дерево распускается три года, цветет три года, плодоносит три года, и будет приносить духовные персики ветра грома. Каждые девять лет глаза Лу Юя сразу загорелись. Это было тысячелетнее дерево удара молнии. После удара молнии оно не умирало и даже могло выращивать духовные плоды высшего сорта. За каждые девять лет это было большое сокровище. Это было денежное дерево. В этот момент Лу Юй внимательно присмотрелся и обнаружил, что на этом дереве удара молнии действительно был персик. Без сомнения, это был духовный персик ветра грома. Поэтому Лу Юй быстро подошел к нему. Цаолонг увидел это и сразу же запаниковал. Он начал думать, как помешать Лу Юю подойти к дереву удара молнии. Глава 200. Новый путь эволюции. Элемент ветра Лу Юй как раз собирался подойти к дереву удара молнии, когда Цаолонг закричал. Не ходи туда. Это просто засохшее дерево и больше ничего. В панике у него не было времени на раздумья. Он просто сказал Лу Юю не подходить к нему. Лу Юй, естественно, не прислушался к его совету. Цаолонг, видимо, решил, что он не знает, что это за засохшее дерево, и уговорил Лу Юя не ходить туда. Я иду посмотреть на засохшее дерево. Что с ним не так? Цаолонг быстро объяснил. Изначально это было прекрасное дерево. После того, как в него ударила молния, оно сгорело до такого состояния. Поскольку в него легко попала молния, лучше туда не ходить. Вдруг что-то случится? Услышав его оправдание, Лу Юй не мог не рассмеяться. Этот парень отчаянно пытался спасти свой духовный персик ветра грома. Неужели это так? Это простой удар молнии? Цаолонг заикался. Да, а что еще может быть? Зачем мне лгать тебе? Просто не подходи к этому месту, потому что там очень легко получить удар молнии. Он снова напугал Лу Юя. Другие члены клуба фармацевтов также убеждали Лу Юя. Брат, не ходи туда. Там действительно ничего нет. Что можно увидеть в засохшем дереве? Правильно, правильно. Не беспокойся об этом дереве. Почему бы тебе не пойти и не посчитать, сколько духовных трав ты собрал? Бессмысленно смотреть на эту штуку. В этом просто нет необходимости. Они становились слишком беспокойными и нетерпеливыми. От этого ему хотелось смеяться. Юнь Цзерау, Су Цин и другие члены клуба Пернатое Крыло видели их реакцию и почувствовали что-то подозрительное. Лу Юй начал терять терпение от их постоянных уговоров. Ребята, вы можете прекратить свои глупости. Это тысячелетнее дерево удара молнии с девятилетним духовным персиком ветра грома на нем. Как я могу оставить такую ценную вещь вам, ребята? Сказав это, Лу Юй направился к дереву удара молнии. Цаолонг нахмурился, услышав это. Он не мог понять, как Лу Юй узнал дерево удара молнии. Самое главное, что Лу Юй мог видеть, что на дереве был плод. Мало того, он даже узнал, что это был духовный персик ветра грома. Это было так же, как если бы он обладал ясновидением. Это, как это возможно? Цаолонг пробормотал с подавленным видом. Он все еще не мог поверить, что Лу Юй смог узнать дерево и духовный персик ветра грома с такого расстояния. Он был не единственным. Другие члены его клуба тоже были очень удивлены. Цаолонг наблюдал, как Лу Юй подошел к дереву удара молнии и протянул руку, чтобы сорвать персик. В тот же миг он почувствовал, что его сердце разрывается на части. Он приложил немало усилий, чтобы дождаться созревания персика. В конце концов, это фрукт, который созревает раз в 9 лет. 9 лет назад он еще даже не приехал в этот университет. После стольких лет он наконец-то дождался созревания персика. Однако прибыл Лу Юй. Персик, который он так долго ждал, теперь принадлежал кому-то другому. Он был так разъярен, что его чуть не стошнило кровью. Ему было очень трудно с этим смириться. В этот момент Лу Юй стоял перед деревом удара молнии. Это тысячелетнее дерево удара молнии прошло через накопление времени. Весь ствол был черным, как чернила, а ветви простирались наружу без признаков жизни. Однако персик, висевший на одной из веток дерева, казался полным жизненной силы по сравнению с этим безжизненным деревом. Лу Юй протянул руку и осторожно сорвал персик. Как только он взял персик, энергия хлынула во все стороны, а в ноздри ударил чудесный аромат. Лу Юй не знал, какие изменения может вызвать этот фрукт, содержащий мощную элементарную энергию, после его поедания. Однако теперь он решил съесть персик, чтобы почувствовать изменения в своем теле. Он поднял персик и откусил большой кусок. После одного укуса, сладкий аромат взорвался во рту и наполнил вкусовые рецепторы Лу Юя. Ужасающая энергия, содержащаяся в персике, вытекла и устремилась в тело Лу Юя. Затем Лу Юй откусил второй и третий кусочек. Он быстро съел весь персик. Отрыгнув, Лу Юй почувствовал, что у него бурлит в животе. Ужасающая энергия бушевала повсюду, заставляя Лу Юя чувствовать себя неуютно. Он начал впитывать эту мощную энергию, сидя со скрещенными ногами на земле. Он закрыл глаза и начал погружаться в энергию своего тела. Это были элементальные энергии ветра и грома. Эти два элемента были необходимы Лу Юю. Особенно элемент грома, которым Лу Юй еще не владел. Было бы лучше, если бы он смог поглотить его. В этот момент перед Лу Юем внезапно появилось уведомление. Обнаружен путь эволюции. Когти дракона шторма. Вы хотите эволюционировать? Лу Юй внезапно открыл глаза и был потрясен. Он и представить себе не мог, что после поедания персика он встанет на другой путь эволюции. Когти дракона шторма. Судя по названию, это был путь эволюции элемента ветра. И так получилось, что он соответствовал элементу ветра в персике. Более того, эволюцией когтей дракона шторма станет когти дракона грома, для которого необходим элемент грома. Этот элемент был включен и в этот персик. Это было просто идеально. Лу Юй не ожидал, что случайно найденный им персик поможет ему продвинуться по пути эволюции. Однако этот персик был действительно редким сокровищем. На его производство ушло 9 лет. Энергия, накопленная внутри, наверняка была чем-то другим. Да. Лу Юй выбрал «Да». В следующее мгновение окружающие воздушные потоки начали бурлить. Окружающие воздушные потоки начали собираться к Лу Юй и к его когтям. В этот момент Лу Юй понял, что его когти неожиданно стали меньше и длиннее. Лу Юй поднял руки, чтобы посмотреть поближе, и понял, что его руки были до смешного легкими. Более того, движения при поднятии рук были быстрыми и плавными, как будто не было никакого сопротивления воздуха. Он был удивлен. Это был эффект от когтей дракона шторма. Хотя он пожертвовал силой, атакой и защитой, его скорость поразительно возросла. Лу Юй вдвое сократил время, необходимое для взмаха когтями. При каждом взмахе когтями они издавали свистящий звук, а скорость его когтей была настолько быстрой, что они создавали послеобразы. Он мог наносить сотни ударов за секунду, подобно неистовому шторму. Лу Юй все больше возбуждался, размахивая когтями дракона шторма. Он завершил совершенно новую эволюцию и еще больше уменьшил свои слабые места. Лу Юй улыбнулся. Он встал, поднял когти и начал колотить ими воздух перед собой. Свуш, свуш, свуш. Руки Лу Юя превратились в послеобразы, когда он бешено рванул вперед. Скорость была настолько велика, что ее невозможно было уследить невооруженным глазом. Когда он атаковал, окружающий воздух начал завихряться, создавая порыв ветра. По мере того, как скорость когтей Лу Юя увеличивалась, окружающие воздушные потоки также становились сильнее. Стоя в ста метрах от Лу Юя, Юнь Цзэрау и остальные чувствовали, как вокруг них бушует ветер. Еще минуту назад было так спокойно. Почему вдруг начался ветер? В этот момент все посмотрели в сторону Лу Юя. Глава 201. Департамент дисциплины казалось, что во всем травяном саду поднялась сильная буря. Окружающий ветер и воздушные потоки быстро распространялись, заставляя одежду людей в саду шелестеть. В тот момент, когда они гадали, откуда дует ветер, они обнаружили, что Лу Юй находится в центре этого шторма. Окружающие воздушные потоки устремились к Лу Юю. Когда сильные воздушные потоки достигали Лу Юя, они непрерывно формировали энергию элемента ветра. Каждый взмах когтей Лу Юя создавал ужасающую волну давления. Лу Юй постепенно перестал размахивать когтями. Он сделал глубокий вдох, и окружающие воздушные потоки наконец успокоились. Скорость его атаки была чрезвычайно быстрой. Каждый раз, когда он взмахивал когтями, никто другой не мог видеть траекторию его движения, только после образы. Каждая скоростная атака сопровождалась разрушительной силой элемента ветра, нанося удары почти с той же силой, что и другие его когти. Три эволюционных пути Лу Юя в настоящее время дополняют скорость и защиту Лу Юя. Благодаря этому у Лу Юя будет больше гибкости в будущих сражениях. Лу Юй мог переключиться на когти дракона Шторма, если скорость противника была быстрой. Скорость его атаки сразу же увеличится, и он сможет поразить их. Он мог использовать свои когти взрывного дракона, если защита противника была высока. Сочетание его высокой атаки и эффекта пробивания брони было бы превосходным. Если противник применял множество атакующих техник с большого расстояния, Лу Юй мог активировать свои когти дракона Дробящего Камня, чтобы увеличить свою защиту и силу одновременно. Например, в битве с Цаолонгом дальность его атаки была намного больше, чем у Лу Юя. Поэтому Лу Юю нужно было усилить свою защиту и бороться за шанс приблизиться к нему, чтобы иметь возможность атаковать. Если бы не когти дракона Дробящего Камня, Лу Юй мог бы полагаться только на свой навык Крепкая Стена, чтобы найти возможность. Лу Юй переключился на свои обычные когти дракона и пошел обратно к толпе. В этот момент Цаолонг так злобно посмотрел на Лу Юя, что стиснул зубы и сжал кулаки. Он ненавидел Лу Юя всеми фибрами своего тела, но ничего не мог поделать. Все остальные члены клуба фармацевтов были в подавленном настроении. Им было нелегко ждать, пока персик созреет. Когда Лу Юй приблизился, Цаолонг поспешно убрал свирепое выражение со своего лица и изо всех сил постарался успокоиться. Лу Юй подошел к Цаолонгу и сказал, этот духовный персик ветра грома очень приятный на вкус, а энергия, содержащаяся в нем, очень мощная. Это точно повысило мою силу. Я должен поблагодарить всех вас за вашу тяжелую работу. Цаолонг был так зол, что у него заскрипели задние коренные зубы. Лу Юй, этот персик изначально предназначался мне для передачи высшему руководству клуба. Теперь, когда его съел ты, высшие чины клуба фармацевтов точно не пощадят тебя. Лу Юй пожал плечами и равнодушно сказал, это не имеет значения, так как я все равно уже затаил обиду на ваш клуб. Что с того, что я съем еще один персик? Хорошо, раз ты так уверен в себе, тогда я больше ничего не скажу. Однако, боюсь, что действовать будет не клуб фармацевтов. Когда придут люди из департамента дисциплины, они, естественно, позаботятся о тебе. Высокомерие Цаолонга постепенно разгоралось, как будто его поддерживали люди из департамента дисциплины. Юнь Цзэрау поспешно подошла и напомнила ему. Люди из департамента дисциплины специально отвечают за правила университета, и они будут наказывать тех, кто нарушает правила школы. Более того, каждый из них силен, и они не проявят никакой пощады при принятии мер. Самое главное, что они будут игнорировать все твои связи. Неважно, насколько сильна биография или велико влияние, пока они нарушают правила университета, они будут наказаны. Услышав объяснение Юнь Цзэрау, Цаолонг стал еще более дерзким. Хах, теперь ты понимаешь, когда они придут, ты будешь наказан. Скоро ты пожалеешь о своих действиях. Лу Юй посмотрел на Юнь Цзэрау и спокойно сказал. Если все действительно так, как ты сказал, то мне не нужно беспокоиться. Цаолонг только усмехнулся, услышав это. Он решил, что Лу Юй просто упрямится. Никто не мог избежать наказания департамента дисциплины. Вдруг Цаолонг поднял голову и посмотрел на несколько далеких фигур. Ха-ха, они так быстро пришли. Вам конец, всем вам конец. Цаолонг внезапно встал. Не обращая внимания на боль в теле, он взволнованно и радостно смотрел на людей вдалеке. Другие члены клуба фармацевтов также поспешно встали, увидев ситуацию. Все они взволнованно смотрели вперед. Теперь вы можете убираться. Этот опорный пункт наш. Не оставайтесь здесь. Правильно, убирайтесь отсюда. Мы захватили этот опорный пункт. Не ждите, пока кто-то поможет вам. Ваш клуб фармацевтов объединился с другими клубами, чтобы напасть на нас. Вы заслужили это. Члены клуба Пернатое Крыло ругали их одного за другим, желая прогнать их всех. Однако эти члены клуба фармацевтов немедленно ответили. Ха-ха, вы все боитесь. Вы боитесь теперь, когда знаете, что люди из департамента дисциплин придут? Верно. Нет никакой спешки. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как вас накажут. Вы хотите, чтобы мы ушли? Ни за что. Скоро департамент дисциплины поможет нам. Я бы посоветовал вам бежать сейчас. Возможно, есть шанс сбежать. Хе-хе. У них не будет шансов. Департамент дисциплины – это кучка монстров. Никто не сможет нарушить правила и сбежать. Эти люди были почти уверены, что департамент дисциплины на их стороне. Пока департамент дисциплины придет, они могли объявить о победе. Члены клуба «Пернатое крыло» чувствовали себя немного виноватыми. Они не знали, удастся ли им избежать наказания департамента дисциплины. Хотя они имели неограниченные права в этом тайном царстве, им не следовало захватывать чужие опорные крепости. Используя это право, они действительно могут заставить другие клубы отказаться от своих высококачественных опорных пунктов. Но было очевидно, что эта группа людей точно не сдаст свои опорные пункты. В это время произошла бы драка. Поэтому для Луио было разумно прийти и сразу же начать драку с этой группой людей. В конце концов, клуб «Пернатое крыло» был общим врагом этих пяти основных клубов. Вскоре подошли члены департамента дисциплины. Всего было пять человек, все в синих форменных костюмах. Выражение лица каждого было ледяным, без малейших эмоций. Как член департамента дисциплины, человек должен был быть холодным и бессердечным. Иначе, если бы его друг нарушил правила и взмолился о пощаде, мягкосердечный человек не смог бы принять меры. Лидером был мужчина с короткой стрижкой. Его лицо было худым, а очертания лица – резкими. У него было стандартное лицо, а его глаза были похожи на глаза орла, выискивающего добычу. Он взял инициативу в свои руки и агрессивно подошел к ним. Он посмотрел на членов клуба «Пернатое крыло», а затем на членов клуба «Фармацевтов». Он сразу понял, что это была драка между двумя клубами. «Кто со мной связался?» – спросил он глубоким, ракочущим голосом. Цаолонг поспешно подошел к нему. «Брат Лицы, я связался с тобой. Я Цаолонг из клуба «Фармацевтов», и я уже делал тебе много подарков». Глава 202. Правила предназначались для слабых среди пяти человек, присланных департаментом дисциплины. Лицы был их лидером. Он смотрел на всех своими острыми глазами. Цаолонг крикнул, подойдя к нему. «Капитан Лицы, мы раньше были знакомы, и я даже сделал тебе подарок. Хотя ты его не принял, мы знакомы». Он хотел сразу же сократить дистанцию с Лицы, что вызвало у Лицы чувство отвращения. «Если тебе есть что сказать, просто скажи это. Прекрати нести чушь». Цаолонг глубоко вздохнул и сказал. «Клуб пернатой крыло ограбил мой опорный пункт». Лицы сузил глаза и посмотрел на Луя. «Это он?» «Да, это он». Цаолонг указал на Луя. «Капитан Лицы, это ужасный инцидент. Я не провоцировал их, а они без всяких объяснений набросились на мой опорный пункт. Они не только разграбили все в моем опорном пункте, но даже угрожали захватить его. Другие члены клуба фармацевтов также окружили лица и начали жаловаться. «Эти парни – просто бандиты. Они должны быть жестоко наказаны. Брат, эти люди – хулиганы. Они ставят под сомнение прибыль нашего университета. Они еще более бесстыдны, чем бандиты. Мы никогда не провоцировали их. Пожалуйста, накажите их должным образом, иначе это будет позор для масс». Толпа кричала, сбивая с толку членов департамента дисциплины. Однако Лицы, их лидер, оставался спокойным и собранным. Он посмотрел на Лу Юя и спросил. «То, что они сказали – правда. Вы только что разграбили этот опорный пункт?» Лу Юй подошел к Лицы. «Все верно. То, что они сказали – правда. Я действительно захватил этот опорный пункт». Юнь Цзеро выделилась и быстро добавила. Однако их клуб сначала объединился с несколькими другими клубами, чтобы нацелиться на нас. «Это просто наша контратака». Цаолонг тут же закричал. «Не говори ерунды. Мы всегда были благовоспитанными. Мы никогда бы не стали бесстыдно нападать на такой новый клуб, как ваш». Он сказал это спокойно, как будто говорил правду. Су Цин вытянула руку и указала на Цаолонга. «Она, которая всегда была сдержанной, не могла не закричать на него. Как у тебя может быть лицо, чтобы говорить, что ты хорошо воспитан, ублюдок? Разве вы, ребята, не всегда берете на себя инициативу по созданию проблем?» Все эти споры раздражали лицы. «Все, заткнитесь. Я спрашиваю его сейчас. Никто меня не перебивает». Окружающие не осмелились больше ничего сказать после этого приказа. Лу Юй стоял перед лицей. Он не собирался ничего говорить. В конце концов, чтобы он не сказал, это было бесполезно. Лучше было показать ему. Он достал свой телефон и открыл страницу битвы ста-клубов, нажав на список рейтингов. Он показал свой телефон лицы. В этом году в битве ста-клубов первое место занимает клуб «Пернатое крыло». Их президент, Лу Юй, я. Лицы присмотрелся и понял, что на первом месте действительно был человек, стоявший перед ним. Его глаза слегка расширились. Он посмотрел на Лу Юя и спросил. «Вы все из клуба «Пернатое крыло?»» Лу Юй кивнул. «Именно так. Я использую свои неограниченные права, чтобы уничтожить этот опорный пункт. Думаешь, с этим есть проблемы?» Услышав это, Лицы сразу же посмотрел на Лу Юя с глубоким уважением. «Конечно, нет. Вы уничтожаете эту базу в соответствии с правилами. Это правильно и справедливо. Цаолонг и остальные не имеют права останавливать вас. Клуб «Пернатое крыло» не имеет никакой вины в этом инциденте. Если есть вина, то это вина Цаолонга. Он не выполнил просьбу по этому праву. Услышав это, Цаолонг был ошеломлен. Неужели это он виноват? Он не мог согласиться с таким суждением. Брат Лицы, как это может быть нашей виной? Нас ограбили. Лицы посмотрел на него. Он терпеливо объяснил. «Похоже, ты не очень много знаешь об этой привилегии. Клуб, который побеждает в битве ста клубов, это клуб с потенциалом. Это возможность, которую университет предоставляет первому месту, а остальные клубы должны отдать свои ресурсы первому месту. Дело не в том, что тот, кто занимает определенное место, будет владеть этим местом. Все эти тайные царства управляются университетом. Ты понимаешь, Цаолонг услышал это и беспомощно кивнул. Ему нечего было возразить. Наказание вашего клуба фармацевтов заключается в том, что вам запрещено приближаться к этому опорному пункту в течение следующего года. Если вы подойдете к нему, ваше наказание еще больше усугубится. Как только этот запрет появился, Цаолонг был мгновенно обескуражен. Казалось, он больше никогда не сможет увидеть этот опорный пункт. Лицы добавил, в этом университете или даже в этом мире нет никаких правил. Сила – единственное правило, понятно? Только сильные достойны пользоваться этими ресурсами. Ты не достоин. Эти слова пронзили его сердце, заставив Цаолонга почувствовать себя неловко. Однако ему нечего было возразить, ведь это была реальность. Однако он все еще не хотел верить, что простой клуб «Пернатое крыло» может сравниться с клубом фармацевтов. Лицы посмотрел на Луя, и его взгляд снова стал уважительным. Господин Луи, этот опорный пункт теперь будет вашим, и вы можете управлять им по своему усмотрению. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете попросить своих членов обратиться в департамент дисциплины. Без проблем. Как только проблема была решена, Лицы развернулся и ушел вместе с остальными четырьмя членами. После ухода Лицы Цаолонг совсем ослаб. Он даже не смел взглянуть на Луя, боясь, что разозлит Луя и его снова изобьют. Остальные члены клуба фармацевтов были такими же. Все они были напуганы и уже не имели прежнего высокомерия. Луя посмотрел на Цаолонга и спросил, разве ты не был высокомерным, разве ты не говорил, что накажешь меня должным образом. А сейчас Цаолонг опустил голову с неловким выражением лица. Он продолжал глотать и не знал, что еще сказать. Остальные члены клуба фармацевтов в этот момент тоже молчали, не решаясь что-либо сказать. Цаолонг долго колебался, прежде чем медленно открыл рот. Брат, отныне этот опорный пункт будет твоим. Я соберу свои вещи и немедленно уйду. Луя тут же добавил, я хочу проследить за тем, как ты упаковываешь свои вещи. Услышав это, Цаолонг был потрясен, и выражение его лица стало еще более тревожным. Сейчас он был просто подавлен. Суцин была взволнована, окинув взглядом большой травяной сад перед собой. Такой большой сад, мы будем богатыми. Другие члены клуба Пернатое Крыло тоже были взволнованы. Такой большой и высококачественный опорный пункт был просто великолепен. С таким большим опорным пунктом прокормить небольшой клуб не будет проблемой. Однако для Луя этот опорный пункт был только началом. Два опорных пункта, которые они занимали, были не маленькими, а добыча ресурсов была очень богатой. Клуб Пернатое Крыло состоял всего из 200 человек. Они могли полностью положиться на эти две базы, чтобы хорошо культивировать. Более того, они имели неограниченные права на разведку и могли спокойно вести разработки в течение года. Однако амбиции Луя этим не ограничивались. Захват второго опорного пункта был только началом. Глава 203. Зеленый мистический огонь Луя посмотрел на членов своего клуба и громко сказал. «Все обыщите все дома здесь и уберите личные вещи. После этого мы сможем переехать». Услышав это, члены клуба Пернатое Крыло с волнением бросились к окружающим деревянным домам. Видя это, Цаолонг имел подавленное выражение лица. Он мог только сидеть и смотреть, ожидая, пока остальные соберут его вещи. В его комнате все еще хранились некоторые ценности, такие как школьные кредиты и редкие травы. Но ему не нужно было думать, чтобы понять, что он не сможет взять эти вещи обратно. Человек, который убирал комнату, определенно оставил бы их себе. Луюй посмотрел на деревянные дома и заметил, что они были изысканными. Эти высококачественные деревянные доски были отполированы и покрыты воском и ничем не уступали обычным домам в городе. Очень скоро члены клуба Пернатое Крыло собрали их личные вещи и бросили их на землю, образовав небольшой холм. «Забирайте все свои вещи и возвращайтесь. С этого момента эта территория больше не ваша. Даже не думайте больше приходить сюда». Как только Луюй сказал это, Цаолонг неохотно встал и начал складывать свои вещи в кольцо для хранения. Другие члены клуба фармацевтов также пришли в уныние, ища свои личные вещи. Забрав свои вещи, Цаолонг заколебался и все еще не хотел уходить. Он посмотрел на Луя и сказал, «Мне нужно взять еще одну вещь. Это моя личная вещь. Позволь мне сходить и взять ее самому. Мы обыскали все вещи в твоей комнате. Туда больше не нужно ходить», — сказал Луюй. Цаолонг настаивал, «Я лучше схожу и посмотрю, вдруг вы что-то упустили?» Пока он говорил, он собирался идти к группе деревянных домов. Луюй встал перед ним и прищурился, «Подожди, у меня вопрос». После того, как его остановили, Цаолонг сразу же занервничал, и на его лбу выступил холодный пот. Он никогда не был так взволнован, даже когда терпел поражение. Он выглядел странно. Юнь Цзерау и остальные тоже увидели что-то неладное и окружили его, не собираясь отпускать Цаолонга. Когда другие члены клуба фармацевтов увидели это, никто из них не осмелился остаться, и они ушли, забрав свои вещи. Луюй неподвижно смотрел на Цаолонга, заставляя его волноваться. Он сглотнул и спросил, «Какие-то проблемы?» «Конечно, есть. Мне все равно, что ты ищешь в первую очередь, где ты обычно делаешь зелья. Некоторые лекарственные пилюли должны быть очищены, а некоторые лекарственные травы также должны быть обработаны, прежде чем их можно будет продать. Поэтому в этом опорном пункте определенно есть место, которое специализируется на обработке растений». Услышав это, лицо Цаолонга мгновенно стало пепельным, и он опустил плечи. «Я, я могу сказать, что это в той комнате. Оно специализировано для производства лекарственных пилюль». Он протянул руку и указал направление. За двумя рядами деревянных домов и построек стоял каменный дом. Весь дом был сложен из бесчисленных обломков, и от него шел дым. Было очевидно, что в этом месте что-то горело. «Пойдем посмотрим». Лу Юй взял инициативу в свои руки и зашагал следом за членами клуба. Цаолонг следовал позади. Его глаза были закрыты, и он молился в своем сердце. Вскоре Лу Юй оказался перед алхимическим залом. Хотя здание перед ним было простым, от него исходило необычное ощущение. Когда он подошел к комнате, Лу Юй почувствовал странную высокую температуру, заставившую его вспотеть. Более того, этот дом казался нарочито грубым, словно он не хотел, чтобы его обнаружили. Лу Юй вошел в алхимическую комнату и обнаружил, что там нет ничего особенного, кроме железной печи высотой с человека. Все собрались вокруг печи, и от высокой температуры, которую она излучала, все вспотели. Это обычная алхимическая печь. В ней нет ничего странного, проворчал Цаолонг. Юнь Цзэро оценила ее. Действительно, в ней нет ничего странного. Это обычная печь. Ее конструкционные материалы обычные, но этого достаточно, чтобы очищать эти лекарственные ингредиенты. Лу Юй погладил правой рукой свой подбородок. Подумав немного, он спросил, когда эта железная печь начала топиться. Похоже, что она горит уже давно. Цаолонг сразу же ответил. Огонь был зажжен только сегодня. Ведь сегодня день урожая, и некоторые особые ингредиенты должны быть очищены немедленно. Лу Юй слегка покачал головой. Что-то не так. Эта печь не была разожжена сегодня утром и горело долгое время. Цаолонг немного поколебался и продолжил. Может быть, ты ошибаешься. В конце концов, ты не фармацевт и не будешь много знать об этом. Лу Юй не хотелось слушать его бредни, так как он знал, что ничего не сможет от него добиться. Он открыл свои глаза бога дракона, чтобы хорошенько рассмотреть печь. Открыв глаза бога дракона и взглянув на печь, Лу Юй сразу же определил, что находится внутри. Зеленый мистический огонь. Бесконечный источник горящего огня. Он может гореть постоянно, не разрушаясь под воздействием внешних сил. Он близок к элементу природы. При очистке пилюлили других лекарственных ингредиентов процент успеха увеличивается на 75%. То, что горело в этой печи, на самом деле было мистическим огнем. Как следует из названия, мистический огонь был необычным пламенем. Это пламя было очень редким и могло быть получено только из некоторых экстремальных форм земли, таких как снежные горы, пропасти, вулканы и так далее. Этот зеленый мистический огонь существовал только для очистки трав. Бесконечное горение также было большим преимуществом. Это позволяло им сократить усилия по поддержанию огня. Более того, после сбора одного урожая в таком крупном травяном саду требовалось переработать множество духовных трав. С этим мистическим огнем все было бы гораздо проще. Далее был невероятно высокий процент успеха очистки. Он больше всего подходил для такого рода крупномасштабной очистки. Было очень трудно добиться того, чтобы процент успеха при очистке лекарственных пилюль или других лекарственных ингредиентов превышал 50. Если бы он очищал лекарственные пилюли 3 звезды или выше, процент успеха был бы еще ниже. Если бы процент успеха такой большой партии духовных трав был низким, то это была бы огромная трата ресурсов. Даже если бы процент был меньше, бесчисленное количество духовных трав было бы потеряно. Этот огонь был сокровищем. Если Лу Юй хотел развивать этот травяной сад, он должен был сохранить этот мистический огонь. Хотя этот мистический огонь принадлежал клубу фармацевтов, был ли смысл держать этот мистический огонь, когда у них больше нет большого травяного сада? Поэтому Лу Юй подошел и протянул руку, чтобы открыть крышку печи. Цаолонг мгновенно запаниковал и поспешно остановил его. Брат, что смотреть в сломанной печи? Там просто огонь горит внутри. Будь осторожен, не обожги брови. Лу Юй повернул голову, чтобы посмотреть на него и сказал. Прекрати это дерьмо. Ты не имеешь права указывать мне, что делать. После этого Лу Юй открыл крышку. Цаолонг, стоявший в стороне, мог лишь беспомощно наблюдать, как мистический огонь предстал перед глазами Лу Юя. Глава 204. Вторая эволюция, когти алмазного дракона. Как только крышка печи была открыта, мгновенно поднялось зеленое пламя, извергающие блестящие зеленые искры. Увидев эту сцену, все не могли не воскликнуть от восторга. Они никогда в жизни не видели такого прекрасного пламени. Это зеленое пламя. Я никогда не видела его раньше. Су Цин удивилась. Юнь Цзэрау объяснила со стороны. Это мистический огонь, а не обычное пламя. Мистический огонь намного сильнее, чем обычное пламя. Юнь Цзэрау понимала это, потому что в ее семье тоже был мистический огонь. Что касается Су Цин, то она впервые видела мистический огонь. Она не могла не посмотреть на него с любопытством. Когда Цаолонг увидел, что Юнь Цзэрау рассказал им о мистическом огне, он не собирался тратить силы на то, чтобы обмануть Лу Юя. Все верно. Это зеленый мистический огонь. Однако этот огонь бесполезен для вас. Он предназначен только для очистки лекарственных трав, а вы, ребята, не специализируетесь на их очистке. Слова Цаолонга сразу же вызвали недовольство Юнь Цзэрау. Что ты имеешь в виду? Почему бы нам не очищать травы? Теперь, когда мы захватили травяной сад, нам понадобится много зелий. Юнь Цзэрау продолжила. Не думай, что я не знаю, что без этого мистического огня, травы, которые мы очистим в будущем, будут производить огромную тонну отходов. Ты компенсируешь потери? Услышав это, Цаолонг сразу же сломался. Он действительно не мог потерять этот мистический огонь. Этот мистический огонь был слишком важен для клуба фармацевтов. Теперь, когда кто-то кроме него знал ценность этого мистического огня, он не мог даже при желании придумать выход. У него не было никаких вариантов. Он закричал. Пожалуйста, пожалуйста, оставьте этот мистический огонь нам. Этот мистический огонь – сокровище нашего клуба фармацевтов. Наш клуб фармацевтов стал таким, какой он есть сегодня, благодаря этому мистическому огню. Как человек, отвечающий за этот огонь, если бы я отдал этот мистический огонь в руки других, я бы точно был наказан вышестоящими людьми. Более того, этот мистический огонь предназначен не только для этого опорного пункта. Мы отправили бы огонь, если бы любой из наших других опорных пунктов получил что-то. Без этого мистического огня наш клуб фармацевтов будет в жалком состоянии. Если высшие чины узнают об этом, они убьют меня. На его лице было написано Гарри. Похоже, он не хотел, чтобы этот мистический огонь попал в руки Лу Юя. Услышав это, Лу Юй заинтересовался. Он не думал, что этот мистический огонь будет настолько важен для клуба фармацевтов, что его потеря может даже пошатнуть их фундамент развития. В таком случае у Лу Юя было еще меньше стимулов отдавать его ему. Зачем ему помогать клубу фармацевтов увеличивать свою силу и нападать на его клуб? Что за шутки? Почему ваш клуб фармацевтов относился к клубу Пернатое Крыло как к врагу? Почему вы не помогли нам? Теперь ты хочешь, чтобы я вернул вам мистический огонь? В твоих мечтах. Зачем мне помогать вам развиваться, а потом позволять вам вернуться и укусить нас? Цаолонг был не в состоянии опровергнуть это. Если бы он был на стороне Лу Юя, то не стал бы возвращать этот мистический огонь. Остальные члены клуба Пернатое Крыло один за другим выражали свое согласие. Все они поддержали Лу Юя в том, чтобы не возвращать этот мистический огонь. Президент, мы определенно не можем отдать им этот мистический огонь. Эти парни не откажутся от нападения на нас, независимо от того, дадим мы им мистический огонь или нет. Лучше атаковать их там, где больно. Это точно. У этого парня точно хватает без стыдства плакать здесь. Почему он ничего не сказал, когда пять клубов объединились, чтобы поиздеваться над нами? Лицемеры не заслуживают нашей жалости. В этот момент когти Лу Юя превратились в когти взрывного дракона. Он вытянул правую руку и потянулся в печь. Когда его правая рука приблизилась, он почувствовал только тепло, но нежжение. Лу Юй знал, что его когти взрывного дракона могут выдержать такую высокую температуру. Поэтому он протянул руку и взял из печи нечто похожее на железный шар. Это было ядро зеленого мистического огня, и пламя было сосредоточено вокруг этого шара. Лу Юй держал этот шар в руке, что было равносильно тому, как если бы его правая рука погрузилась в центр огня. Видя это, все задыхались и нервничали. Они были удивлены, что руки Лу Юя могли выдержать такую высокую температуру. Приближаясь к пламени, они уже чувствовали жар, не говоря уже о том, что протягивали к нему руки. В этот момент Лу Юй держал пламя в правой руке, а левой достал добытый вчера алмазный халцидон. Затем он поместил алмазный халцидон в зеленый мистический огонь и начал сжигать его при высокой температуре. Алмазный халцидон продолжал гореть в мистическом огне, и его примеси постоянно удалялись и испарялись. Этот кусочек халцидона становился все чище и чище, все ярче и ярче. Примеси в этом куске халцидона постепенно удалялись с течением времени. Лу Юй использовал свои глаза бога дракона, чтобы посмотреть на этот кусок халцидона, и получил уведомление. Алмазный нефритовый камень. После плавления он будет поглощен когтями дракона дробящего камня, и они превратятся в когти алмазного дракона. Он не ожидал, что этот кусок халцидона превратится в нефритовый камень, а его свойство изменится после простого сжигания. Лу Юй продолжал жечь алмазный нефритовый камень. Высокая температура медленно плавила его, превращая в жидкий шар. Лу Юй достал шар из вязкой высокотемпературной жидкости. Она была похожа на расплавленное железо, но золотистого цвета. Он положил мистический огонь обратно в печь. Высокая температура рассеялась, и люди вокруг него перестали обильно потеть. Его когти взрывного дракона тут же превратились в когти дракона дробящего камня. Толстый слой каменной пластинчатой брони прикрепился к его когтям, они стали немного тупее и короче. В это время жидкость алмазного нефритового камня автоматически прилипла к когтям Лу Юя и начала застывать и сплавляться. Слияние завершилось быстро, и когти Лу Юя претерпели изменения. Первоначальная каменная броня на его руках теперь превратилась в алмазную броню. Текстура была похожа на металлическую, но цвет оставался темно-коричневым. Когти Лу Юя стали похожи на маленькие серпы. Они были острыми и заостренными. Они были не менее мощными, чем когти взрывного дракона. Более того, форма этих когтей, казалось, специально использовалась для хватания. В конце концов, когти дракона дробящего камня и когти алмазного дракона в основном фокусировались на силе и защите. Их скорость немного уступала другим вариантам. Хватательная форма этих когтей очень помогла бы Лу Юю. Если бы эти когти крепко схватили человека, он не смог бы вырваться. Тогда Лу Юй мог крепко поколотить их. Он небрежно поднял камень и с силой сжал его. Со звуком пуф камень превратился в пылеобломки. Эта сила была ужасающей, и это привело Лу Юя в восторг. Эти полностью эволюционировавшие когти дракона компенсировали слабые стороны Лу Юя в плане защиты и силы. В будущем Лу Юю будет намного легче сражаться. Когда все увидели изменения в когтях дракона Лу Юя, они были настолько шокированы, что не знали, что сказать. Трудно было разбить камень, который держал Лу Юй, не говоря уже о том, чтобы раздробить его в порошок. Какой невозможный подвиг. Разница в силе усилила их уважение к Лу Юю. Цаолонг, стоявший в стороне, сглотнул. Он не ожидал, что его голова окажется тверже камня. К счастью, он не стал драться насмерть с Лу Юем. Иначе от него остался бы только пепел. Глава 205. Новая цель. Опорный пункт клуба формации массивов. Увидев, как Лу Юй использует мистический огонь, чтобы очистить алмазный халцидон, Цаолонг полностью впал в отчаяние. Этот мистический огонь был слишком важен для всего клуба фармацевтов. Если бы он...